Президент Республики Беларусь Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич, добрый день, уважаемые участники и гости 6-го Всебелорусского народного собрания. Вчера президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил с докладом. Ряд присутствующих уже высказали свои предложения, поделились видением и ожиданиями по различным направлениям развития нашего государства. Сегодня нам следует завершить обсуждение основных положений программы социально-экономического развития страны на пятилетку и направления общественно-политического развития Беларуси, которые определяют стратегию нашего будущего, а также шаги государства и общества по достижению намеченного. Слово для выступления предоставляется премьер-министру Республики Беларусь Роману Александровичу Головченко. Подготовиться для выступления орден Михаилу Сергеевичу. Пожалуйста, Роман Александрович. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники собрания, в своем докладе глава государства обозначил основные направления социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Вы можете сами сравнить имеющуюся у вас на руках программу пятилетки с периодически всплывающими рекомендациями теоретиков, страстно желающих реформировать белорусскую экономику по либеральному образцу так называемого Вашингтонского консенсуса, который довел до экономического краха и дефолта ни одно государство. И нам продолжают упорно подсовывать из-за рубежа те же рецепты. Минимизация рули государства в экономике, масштабная приватизация государственных активов, открытие рынка для свободного ввоза зарубежных товаров. Но там есть еще и более экзотические вещи, типа распустить Минпром, распустить Минжелкомхоз. Ну, я думаю, те, кто заинтересован, может сам ознакомиться. Все это из так называемой программы экономических реформ самопровозглашенного правительства в изгнании. Но не возникает ли у Вас, уважаемые делегаты, резонный вопрос, а нужна ли этим советчикам крепко стоящая на ногах экономически сильная Беларусь? Или нам готовят роль поставщика рабочей силы и рынка сбыта своих товаров? Такой экономический неоколониализм. Если у нас свой план, свое видение развития страны, я отвечу, такой план есть, нацеленный на построение сильной экономики и максимальное вовлечение имеющихся ресурсов для обеспечения нашего благосостояния. Для этого правительство планирует реализовать политику экономического роста. В ее основе первое – стимулирование внутреннего потребления и рациональное импортозамещение. Это увеличение доходов населения, реализация госпрограмм, в том числе закупка отечественной техники на безэмиссионной основе. Второе – развертывание нового инвестиционного цикла. Предусматриваем снизить риски и издержки инвесторов, создать условия для привлечения длинных денег в экономику, сформировать развитую инфраструктуру во всех регионах страны. Третье – реализация экспортной стратегии. Она будет направлена на внедрение инструментов финансовой и институциональной поддержки экспортеров всех форм собственности. Я уверен, что все участники собрания согласны с тем, что допустить деиндустриализацию Беларуси непростительно. В промышленности наши достижения неоспоримы. На мировом рынке Беларусь в числе лидеров во многих сегментах. Треть – рынка карьерной техники. Пятая часть калийных удобрений – наши. Каждый десятый трактор в мире – белорусский. Это наши традиционные отрасли. Но в истекшей пятилетке серьезно подтянули еще ряд направлений. В деревообработке еще 10 лет назад имели отрицательное сальдо торговли. Сегодня больше миллиарда долларов в плюсе. В фармацевтике половина продаж на собственном рынке – это отечественное лекарство. Следующий шаг. Предстоит создать и развить как минимум пять новых высокотехнологичных отраслей и направлений. Первое – электроиндустрия. Ее стержень – это программа «Национальный электротранспорт». Планируем выпускать малогабаритную коммунальную технику, пассажирский и грузовой транспорт, легковой и индивидуальный электротранспорт. Задачи поставлены и работы распределены. Для развития соответствующей инфраструктуры продолжим установку отечественных электрозарядных станций. К концу пятилетки треть городского общественного транспорта станет электрическим. Вторая отрасль – биоиндустрия. За последние три года разработано более 150 новых биотехнологий. Тест-системы для диагностики бактериальных инфекций, биомедицинские клеточные продукты для лечения отдельных видов онкологии и многое другое. Все это – национальное достижение Беларуси и заслуга белорусских ученых. Сегодня крупнейший проект в отрасли, о котором вчера упоминал глава государства – Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Это организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла в Пуховичском районе. Корпорация запланирован выпуск совершенно уникальных для страны премиксов, аминокислот, комбикормов и других продуктов для сельского хозяйства. Это позволит только на технологиях переработки кукурузы сэкономить в стране на импорте около 100 миллионов долларов, получить не менее 400 миллионов долларов экспорта. Такими технологиями обладают 4-5 стран в мире, и среди них будет Беларусь. Фармацевтика. Правительством утверждена стратегия развития отрасли. Начинаем выпускать новые островостребованные лекарственные препараты – гормональные, иммунодепрессанты для лечения онкологических заболеваний. Успешный пример есть в Витебской области, где сформирован медико-фармацевтический кластер. На базе 10 организаций, включая 2 университета и технопарк. Его ядро – Витебский медуниверситет, где готовятся кадры для фармации. И это модель для будущего. В результате удовлетворим внутренний спрос и обеспечим 50% продаж лекарств на экспорт. Четвертая отрасль – робототехника. Уже сегодня роботы стали реальностью в легкой промышленности. Сегодня с роботизацией особенно тесно связывают рынок карьерной техники. На Белазе планируем выпускать принципиально новую технику. Уже идут испытания фронтальных погрузчиков с дистанционным управлением. В планах производство роботов-челноков без кабина-оператора, грузоподъемностью 136 тонн. Пятая отрасль – производство композитных материалов. Это новая страница технологий будущего. Продукция позволит заместить металл, не уступая ему по качеству и прочности. Внедрение этих технологий при производстве машин и оборудования позволит снизить использование металлов до 25%, а это серьезное снижение импорта. Всего же планируем реализовать 47 проектов в высокотехнологичных секторах с объемом инвестиций 19 миллиардов рублей. Продолжим развивать и традиционные отрасли, но только на новой технологической базе и цифровой основе. В химической отрасли предстоит ввести два крупных комплекса калийных удобрений в Петрикове и Старобине. В Гомеле модернизировать химзавод. Выпуск удобрений по этим направлениям увеличится в полтора раза. Построить новый суперсовременный комплекс по производству аммиака и карбамида, увеличив объемы производства почти в два раза. В этом году завершим модернизацию нафтана и перейдем на стопроцентный выпуск дизельного топлива Евро-5, независимо от загрузки. В деревообработке сформированы конкретные проекты с выстраиванием производственных цепочек от сырья до конечного продукта. То есть плитная продукция в мебель, в шклове запустим бумагу-основу для напольных покрытий и продукции с декоративной печатью. Светлогорскую целлюлозу направим для мешочной бумаги и картона с полимерным покрытием. Из бумаги и картона произведем экологическую упаковку, одноразовую посуду, товары гигиенического назначения. И такая стратегия глубокой переработки будет применена ко всем отраслям на местном сырье. Всего запланировано к реализации 26 новых проектов с использованием местного сырья на 2 миллиарда рублей во всех регионах страны. В течение пятилетия в промышленность планируем привлечь более 80 миллиардов рублей и реализовать более 500 инвестиционных проектов. Изменение внешних условий и ужесточение конкуренции требует и новых организационных бизнес-моделей взаимодействия между предприятиями. Поэтому, объединяя инициативы частного бизнеса и крупных госкомпаний, науки создадим 13 кластеров в уже названных мной перспективных отраслях. Они будут нацелены на создание новых продуктов и их продвижение на рынок. Новый вызов для нас – это то, что сегодня мировые производители объединяются. Уже не просто производители объединяются, уже транснациональные корпорации объединяются друг с другом с целью завоевать рынок и покупателя. Чтобы успешно с ними конкурировать, отстаивать свои интересы, мы рассматриваем вопрос создания крупных государственных промышленных объединений. Крупные предприятия – это большие возможности и в инновациях, и в инвестициях. Например, в объединение сельхозмашиностроения может войти более 30 предприятий с общим объемом выручки более 3 миллиардов рублей. Глава государства подробно обозначил подходы развития к агропромышленному комплексу. Ключевое – сельское хозяйство должно стать прибыльным бизнесом. И об этом вчера говорили и некоторые из выступающих. Основная наша задача – повысить отдачу от каждого гектара, увеличить выход продукции с каждой единицы сырья, мяса и молока. Продолжим работу по созданию крупнотоварного производства, эффективному использованию сырьевых зон для потребности переработки. Оснастим сельское хозяйство современной отечественной техникой. За пятилетие поставим более 31 тысячи единиц на сумму около 4 миллиардов рублей. Построим с использованием современных технологий 39 крупных производственных объектов на сумму более 2 миллиардов рублей. В свою очередь, от аграриев ждем к концу пятилетия увеличение объемов производства зерна до 10 миллионов тонн, молока – более 9 миллионов тонн, мяса – более 2 миллионов. Огромный потенциал сосредоточен в сфере услуг. Мы далеко шагнули в IT-сфере. Сделаем все необходимое, чтобы эту динамику сохранить. В своем выступлении глава государства поставил задачу по строительству медицинских объектов. Планируем, что наряду с повышением качества медицинских и иных услуг для населения увеличим их экспорт в полтора раза. В результате сфера услуг составит более половины экономики. А наукоемкие отрасли этой сферы – IT, образование, наука, здравоохранение – пятую часть. И рассчитываем к концу пятилетия выйти на экспорт услуг до 12 миллиардов долларов. Цифровизация. Развитый IT-сектор позволяет масштабно внедрять цифру от инфраструктурных вопросов и научного обеспечения до информатизации в традиционных отраслях и сфере услуг. Создание в Беларуси сотовой связи пятого поколения – это новый этап развития и новые возможности цифровых технологий. Это интернет вещей и так далее. Он станет неотъемлемым элементом в нашей жизни. В рамках проекта электронного правительства переведем в цифровой формат ряд услуг и для бизнеса, и для граждан. Например, предприниматели смогут, не выходя из офиса, осуществлять государственную регистрацию права на недвижимость, земельные участки, оформлять лицензии, получать разрешение на размещение рекламы и так далее. С появлением идентификационных электронных карт у граждан появится возможность ввести через личный кабинет официальную переписку с госорганами, заказывать справки, документы без необходимости посещать физически эти учреждения. Внедрение цифры – это свободный доступ населения регионов к услугам ведущих медицинских центров страны. Это так называемая телемедицина. Для этого создается единая информационная система скорой медицинской помощи. Повсеместно будут внедрены электронные карты пациентов, доступен сервис дистанционного мониторинга здоровья. Важнейший вопрос – это жилье и комфортность проживания. Ключевым вопросом в создании комфортной среды является доступное и качественное жилье. Правительство приняло пятилетнюю жилищную программу. Обеспеченность на одного жителя увеличим до 28,5 квадратных метров. Для этого введем более 21 миллиона квадратных метров жилья, из которых не менее 4 миллионов будут так называемыми электродомами. Не менее 4. А это инвестиции более чем 30 миллиардов рублей. Учитывая желание и требования населения строить больше домов усадебного типа, переориентируем наши строительные организации на внедрение такого жилья. Сегодня и МОПИД, и Гомельский ДСК уже предлагают 6 типов коттеджей по доступным ценам от 67 рублей за квадратный метр. Задача – распространить практику таких наработок и увеличить долю индивидуального жилья до 40%. Внешняя торговля. По оценке Всемирного банка, Беларусь создала самые лучшие условия для осуществления международной торговли среди всех стран-членов ЕАЭС. В рейтинге мы на мировом рейтинге, мы на 24-м месте торгуем со 172 странами. В нашей экспортной стратегии две глобальные задачи – конкурентоспособный товар и доступ на рынки. Новая финансовая возможность даст расширение экспортных банков, кредиторов и страховщиков. Результирующим итогом станет валютная выручка более 50 миллиардов долларов к 2025 году. И, конечно, очень важным направлением является укрепление внешнеэкономических связей и кооперация с нашими союзниками по ЕАЭС и союзному государству Беларуси и России в контексте процессов экономической интеграции. Чтобы удерживать и завоевывать новые рынки, нужно постоянно обновляться. За пятилетия нам необходимо инвестировать более 200 миллиардов рублей, чтобы выйти на запланированные параметры роста. Эти деньги мы должны с вами заработать, а частично и прокредитоваться. Для содействия развертыванию инвестиционного цикла формируется комплексный документ. Это, вот он у меня в руках, национальный инфраструктурный план Беларуси. Впервые мы собрали в один кулак всю потребность в инфраструктуре на пятилетие. Собственно говоря, как и требовал глава государства, это не просто заявление, это конкретный план действий с деньгами, с ответственными, с наименованием госпрограммы, в рамках которой этот проект реализуется. Никакого хаоса и разобщенности больше не должно быть. В инфраструктурный план включено порядка тысячи проектов с общим объемом финансирования свыше 28 миллиардов рублей. Это основа для развития регионов. Конечно, предстоит еще работа над изысканием источников финансирования под весь план. Но как минимум 3 миллиарда 700 миллионов рублей только на социальные объекты, больницы, школы, сады, физкультурно-оздоровительные комплексы заложены в план финансирования. Остальные для развития инженерной и транспортной инфраструктуры. Без этого невозможно будет реализовать инвестиционные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, других секторах экономики. А это 500 километров республиканских дорог, 7 тысяч километров местных дорог, 8 тысяч погонных метров дорожных сооружений, обходы городов, мосты, путепроводы и так далее. Всего в серии транспортной инфраструктуры 175 объектов на 7 миллиардов рублей. Плюс к этому 233 проекта в энергетике, ЖКХ, обращении с отходами на 13 миллиардов рублей. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые делегаты собрания, я остановился на важнейших направлениях экономической политики программы. Для ее реализации мы выстроили систему инструментов. Первое – это программа деятельности правительства на пятилетку. В ней определяется вся регуляторная среда. Второе – государственные программы, их 25. В программах определено, что, где, когда будем строить, за какие ресурсы и кто за это отвечает. Третье – национальный инфраструктурный план, о котором я уже сказал. Уважаемые делегаты, в течение нескольких месяцев программа прошла широкое обсуждение в экспертных кругах и в обществе, в том числе и на ваших областных собраниях. Там учтены и некоторые замечания экономистов и практиков из числа тех, кто критикует правительство и его экономическую политику. Тех, кто действительно хочет сделать нашу страну лучше и имеет другую точку зрения, но живет в этой стране. Программа – это открытая книга, и мы будем дописывать ее вместе. Только объединив усилия, мы достигнем амбициозных задач программы и построим сильную Беларусь. Да, мы иногда ошибаемся в расчетах и решениях, возвращаемся назад, исправляем ошибки и снова идем вперед вместе. Это программа – не набор крикливых заявлений и популистских лозунгов в стиле «Счастье для всех даром». Это план тяжелой и кропотливой работы, в том числе и над своими ошибками. Это программа не для того, чтобы лечь на полку в кабинете. Это программа действий для машиностроителей, столеваров, нефтяников, тружников села и работников социальной сферы, банкиров и государственных служащих. А цель у программы одна – единство, развитие, независимость. Спасибо. Спасибо, Роман Александрович. Слово предоставляется Михаилу Сергеевичу Орде, председателю Федерации профсоюзов Беларуси. Следующим выступит приходчик Алексей Игоревич. Пожалуйста, Михаил Сергеевич. Уважаемый товарищ президент, уважаемые товарищи. Сохранение рабочих мест и заработная плата – основные и главные вопросы для профсоюзов. Поэтому, в первую очередь, в своем выступлении я хочу заявить о том, что под громкие лозунги и популистские обещания, а по своей сути провокаторскими действиями, белорусов хотят лишить стабильной работы и стабильной зарплаты. Именно на это направлены экономические санкции Евросоюза против белорусских предприятий. Самое парадоксальное, что западные политики громко говорят о правах людей и при этом сами грубейшим образом нарушают права граждан нашей страны. В резолюциях Организации Объединенных Наций не раз было подчеркнуто, что санкции – это ограничение права на труд. И что ни одна страна мира или группа стран не имеют права применять экономические или политические ограничительные меры с целью добиться подчинения себе другого государства. Но именно это делают сегодня европейские чиновники. По сути, это узурпация международного права. То есть, фактически, мы видим, что происходит подрыв и демонтаж основополагающих правил мирового порядка, которые вырабатывались десятилетиями. И мы понимаем, что вот так, абсолютно без каких-либо оснований, санкции могут быть введены в отношении любых предприятий. При этом, из рубежа нам цинично говорят о том, что якобы санкции введены по требованию самих работников. Мы видим, что это абсолютная и откровенная ложь. Более миллиона человек за совсем короткий промежуток времени подписались под открытым письмом против действий и санкций Европейского Союза. Люди возмущены тем, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам. Мы уже направили открытое письмо и собранное подписью в Совет Европейского Союза. И Евросоюз не имеет права отмахнуться от мнения людей. Мы будем добиваться, чтобы незаконные решения Евросоюза были отменены. И в целом будем поднимать на международных площадках вопрос о том, что никто в мире не имеет права принимать подобные необоснованные дискриминационные меры и тем самым лишать людей рабочего места и их заработка. Уважаемые товарищи, остановлюсь также на важных вопросах внутренней повестки, которые поднимались трудовыми коллективами при подготовке к Всебелорусскому народному собранию. Пути решения многих проблемных вопросов, которые сегодня волнуют людей, обозначены в проекте программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. В программе отражены интересы всех категорий людей и всех отраслей экономики. Вместе с тем, есть вопросы, которые, считаю, необходимо обсудить. Первое. Эффективная и стабильная занятость людей. Сегодня абсолютное большинство нанимателей используют контрактную форму найма. Мы считаем, что надо шире применять бессрочные трудовые договоры. В первую очередь, для добросовестных работников. Для человека это будет хорошей мотивацией и дополнительным стимулом в работе. Даст уверенность в завтрашнем дне. И, что немаловажно, будет способствовать укреплению трудовых коллективов. Поэтому мы предлагаем четко прописать в законодательстве, в каких случаях наниматель обязан будет заключать с работником именно бессрочный трудовой договор. Второе. Совершенствование пенсионной системы. Товарищ президент, вы в своем выступлении поднимали эту тему, и мы в целом поддерживаем вами озвученные подходы. Но в этом вопросе есть еще несколько принципиальных моментов, которые требуют своего решения. В первую очередь, это касается подходов по определению величины пенсии. Действующая система не в полной мере учитывает результаты и эффективность человека труда. Приведу пример. Есть два работника завода. Один всю жизнь учится, повышает свою квалификацию, разряд, работает от темна до темна. А второй, как говорят, особо не напрягается. И образования нет, и работа не пыльная, а разница в пенсии у них 100-150 рублей. Хотя заработная плата, пенсионные отчисления и, соответственно, накопление у них отличаются в несколько раз. Или еще один момент. По достижению пенсионного возраста человек продолжает трудиться. Продолжает трудиться и приносить пользу своей стране. Соответственно, отчисляет и накапливает пенсионные взносы. Но пенсии ему не перерассчитывают. Люди обращаются, говорят, что это несправедливо. Мы уже направили правительству свои предложения по совершенствованию пенсионной системы. И считаем, что эту тему нельзя откладывать в долгий ящик. И надо детально обсудить, выслушать мнения людей и принимать решения, направленные на установление более справедливых подходов. Есть еще один важный вопрос. Ценообразование. Эта тема находится под постоянным вниманием профсоюзов. В прошлом году мы инициировали введение по регулированию цен на социально значимые товары. Это дало свой эффект по ограничению роста цен. Вместе с тем, сегодня есть и отдельные проблемные моменты. Прежде всего, это стоимость лекарств. Наш мониторинг показал, что только за январь цены на многие лекарства выросли. 5-10% и выше. Да, где-то есть и объективные причины. Повышение закупочных цен, налога на добавленную стоимость. Но давайте говорить прямо, есть и спекулятивный фактор. Сейчас очень модно прикрывать рост цен, как говорят сами поставщики и продавцы, ожиданием каких-то рисков, возможных убытков. Как это определяется и высчитывается, абсолютно непонятно. И самое главное, кто вернет людям деньги, если так называемые риски не подтвердятся. Мы с вами в жизни знаем, что цены, как правило, уже никто обратно не возвращает. Мы понимаем, что в крайнем таких случаях останутся, как правило, люди. В связи с этим предлагаем ввести дополнительные ограничения на рост цен на наиболее востребованные лекарства. По крайней мере, в период роста вирусных заболеваний. Это необходимо сделать, чтобы не было различного рода спекуляций на повышенном спросе. В целом, в вопросе цен хочу отметить следующее. Лекарства, коммуналка, продукты. За все этот человек платит с одного кошелька. Поэтому все ведомства должны системно работать на упреждение рост цен, а не так, как говорят люди, не бить по хвостам и потом не искать решения, как открутить цены назад, когда они уже выросли. И самое главное, все решения в этом вопросе должны приниматься с учетом динамики реальных доходов людей, поскольку уровень цен во многом определяет и уровень жизни наших граждан. Уважаемые товарищи, в истории нашего государства было немало сложных периодов. Но все вопросы и все проблемы мы всегда решали только вместе и сообща. Так было во время войн, которых было немало в нашей истории, во время становления нашего государства. И сегодня те вопросы и угрозы, которые ставят перед нами жизнь, мы сможем преодолеть только в том случае, если будем едины. Мы все живем в одной стране. Мы все – это наша Беларусь. И никому нельзя дать возможности разделить нас и разобщить. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Михаил Сергеевич. Приглашаю для выступления приходчика Алексея Игоревича, слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики Белорусского металлургического завода. Подготовиться Исакова и Наталья Михайловна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые делегаты, граждане Республики Беларусь. Я – жлобинчанин, работа в Сталиплавильном цеху Белорусского металлургического завода. Для меня огромная честь быть избранным делегатом и сегодня принимать участие в обсуждении будущего нашей страны. Накануне мы у себя на предприятии изучили проект социально-экономической программы развития Беларуси. Было приятно отметить, что и металлургии в ней уделено серьезное внимание. А такие ключевые задачи, как сокращение зависимости от углеводородного сырья и увеличение экспортного потенциала, встретили полную поддержку. Если каждый на своем рабочем месте честно и добросовестно будет заниматься своим делом, мы сможем выполнить все намеченное и даже больше. Мне 22 года. И несмотря на свою молодость, я прекрасно понимаю, что предприятия страны должны работать бесперебойно. И это главное. Стабильная зарплата, модернизация производства, развитие социальной сферы – все это результат слаженных действий коллективов. События лета-осени прошлого года показали, глядя на то, как у других, можно очень быстро потерять то, что создавалось годами у себя. Разные доброжелатели изо всех сил пытались и пытаются внести разлад в белорусское общество, желая разложить абсолютно все сферы жизни людей – спорт, культуру, образование, промышленность и бизнес. И совершенно справедливо заметил глава государства на недавней встрече со студентами. Дело не в наших точечных проблемах. Просто за рубежом не приемлют наш путь развития, а сами лезут, чтобы отвлечь от своих проблем и затемнить их нашими. За примером далеко ходить не надо. Летом о том, что на нашем предприятии забастовка, мы узнали из зарубежных интернет-ресурсов. И такие вбросы повторяются завидной регулярностью. А значит, есть координаторы, заинтересованные в этом, чтобы заголовки с названием «гиганты белорусской индустрии» и словом «забастовка» были в топ-новостях. Со стороны телеграм-каналов и нас призывали остановить работу. Хватит, мол, кого-то кормить. Без наших денег они ничего не смогут. А знаете, кто еще не сможет без наших денег? Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, дети-сироты, учителя и медицинские работники. И тот факт, что металлурги не дрогнули, сейчас приносит свои плоды. Производство не остановлено, контракты сохранены, семьи заводчан сыты. Мы многому научились. Приоритетной задачей остается донести не только до молодежи, а до каждого работника. Мысль о том, что результат работы всей экономики, благосостояние каждой семьи, зависит от соблюдения трудовой дисциплины и добросовестного выполнения своих обязанностей. Слаженная работа команды единомышленников – это главное, что определяет наше дальнейшее развитие. И каждый понимает – сохраним предприятие, сохраним страну. Давайте просто посмотрим по сторонам. Благодаря социально ориентированному пути развития, в нашей стране молодежь имеет реальные возможности для становления в абсолютно любой сфере. Культура, спорт, производство, сельское хозяйство, общественная деятельность и многое другое. Везде себя можно проявить, если этого хотеть. И я – живой тому пример. Где еще простой рабочий парень 22 лет может возглавить молодежный совет при районном совете депутатов? Конечно, во многом мне повезло. У нас на заводе реально работают с молодежью. Ежегодно формируется целая программа молодежь. За каждым мероприятием закреплены ответственные. А лучшим ребятам ежегодно присваивается звание лауреата молодежной премии. В результате понимаешь, что работать – это не только зарабатывать деньги, но еще и жить интересной и насыщенной жизнью. Развиваться самому, приносить пользу коллективу, своему городу, своей стране. Такую бы программу внедрить на каждом предприятии. Но как это сделать, если там работу с молодежью ведут в лучшем случае только секретари первичек БРСМ? Убежден, что на крупных предприятиях должен быть человек, ответственный за работу с молодежью. Это даст и системный подход к работе, и по-настоящему координацию всех заинтересованных. Ну и еще один немаловажный вопрос. Не секрет, что некоторые промышленные предприятия сегодня сталкиваются с угрозой старения коллектива. В общении с некоторыми сверстниками мне не раз довозилось отмечать отсутствие заинтересованности в получении рабочей специальности. Куда более популярна IT, сфера услуг и так далее. Социальные сети и вовсе навязывают только развлечения, иждивенчество и непомерные амбиции. Конечно, сами по себе амбиции – это неплохо. Если они подкреплены трудолюбием и талантом. Только удивляешься, видя, как много людей сидит в интернете и откровенно маятся от безделья. Сегодня видится необходимым на законодательном уровне обязать взаимодействовать учреждения образования и нанимателей для ознакомления будущих абитуриентов со спектром профессий, действительно востребованных на рынке труда. Знаю, что на некоторых предприятиях действуют филиалы кафедры УЗОВ. Как мне кажется, это направление стоит развивать и дальше. Это позволяет наладить всестороннее сотрудничество науки и промышленности, а студенты могут знакомиться с производством и проходить практику, как технологическую, так и преддипломную. А значит, сроки профессиональной психологической адаптации молодого специалиста на производстве будут сокращены. Ведь сидя в интернете, свое призвание не найти. Для этого нужно хотя бы увидеть мастера, профессионала за работой. И поверьте, это зрелище никогда не оставит равнодушным. Не зря говорят, есть только один способ двигаться вперед – делать то, что ты любишь, и любить то, что ты делаешь. Дорогие друзья! Дорогие друзья! Наше государство многого добилось за минувшие годы. Однако не время останавливается на достигнутом. И сегодня именно от нашего участия, осознания ответственности за принятые решения и объективности, зависит то, какой будет наша родная Беларусь. Каким станет завтра всего белорусского народа. Я знаю, что мы, молодежь, будем услышаны и принесем много пользы нашей стране. И не только Владимир Владимирович любит Беларусь. Я тоже люблю Беларусь. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Игоревич, за ваше такое яркое патриотическое выступление. Слово предоставляется ткачу 5-го разряда Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения Исаковой Наталье Михайловне. Подготовиться для выступления Тарасея Джанни Казимировне. Пожалуйста, Наталья Михайловна. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые делегаты и гости собрания. Я представляю Барановское производственное хлопчатобумажное объединение. И очень рада, что мне, простой женщине от качу, выпала честь выступить с такой высокой трибуны. Думаю, вам понятно то душевное волнение, которое не покидает меня все эти дни. На примере моего родного предприятия можно изучить историю становления белорусской легкой промышленности. Наше предприятие прошло путь от производственной площадки Советского Союза до текстильного флагмана суверенной Беларуси. Я работаю в объединении 30 лет и хорошо помню 90-е годы, когда мы остались, по сути, у разбитого корыта. Торговали полуфабрикатом, суровое полотно и пряжа. Стала нормой задержка даже мизерной зарплаты, а профессионалы уходили просто кто куда. Но мы всегда верили в то, что государство не бросит нас и подставит плечо честным труженикам. Спасибо руководству страны за понимание и просто человеческий подход к сохранению крупных промышленных производств и их трудовых коллективов. В 2015 году предприятию была оказана господдержка, благодаря которой мы проявили серьезное техническое перевооружение. Модернизация продолжается и теперь. Наше предприятие – крупнейший производитель текстиля в Европе и странах СНГ. Наша продукция с высокой добавленной стоимостью. А бренд «Блокит» ничем по узнаваемости не уступает мазу. Сегодня мы, прошедшая через все испытания, дружная полуторатысячная команда профессионалов, 70% из которой – это женщины, постоянно развиваем социальные и бытовые условия, чтобы трудиться было еще комфортнее. У предприятия три собственных общежития, хороший медпункт и детский оздоровительный лагерь. От имени женщин предприятия хочу высказать особую благодарность за заботу и внимание к молодым семьям. Первое рабочее место – нормальная зарплата, жилье – основа, с которой начинается закрепление кадров. Сегодня я вижу, что государству надо обратить особое внимание на молодых супругов без детей или семьи с одним малышом. Чувствуя уверенность в завтрашнем дне, они смелее будут рожать и даже переходить в категорию многодетных. Президент правильно говорит, что без детей сложно строить будущее. На примере своего предприятия я вижу, что кадровый вопрос существует и его надо решать. Думаю, это типично многим. Процесс старения и смены поколений, особенно рабочих профессий, актуален в отрасли как никогда. Очень низкий престиж и интерес молодежи к специальностям. Я сама пришла на предприятие 18-летней девчонкой. И уверена, что стать частью такого огромного коллектива – это бесценный опыт. А в современных условиях, на самом передовом оборудовании, возможностям профессионального роста просто нет предела. Было бы желание. Поэтому, обращаясь с этой трибуны к представителям Министерства образования и средств массовой информации, прошу. Давайте серьезно поднимем престиж рабочих профессий. Полностью поддерживаю поручения президента о целевом наборе вузы и техникумы. Надо кардинально изменить эту систему и с акцентом на технические и инженерные специальности. А журналисты должны больше показывать и рассказывать о простых белорусских тружениках. Даже наша легкая промышленность на деле совсем не такая легкая, но очень разная и интересная. Например, прошлый ковидный год стал настоящим вызовом для нас. На предприятии в считанные дни наладили выпуск средств индивидуальной защиты, которыми раньше никогда не занимались. В марте-апреле работали без выходных. Три смены. Благодаря терпению и самодаче каждого работника нам удалось выполнить все напряженные планы. Подчеркну, что в условиях пандемии наше предприятие не останавливалось ни на минуту, сохранило объемы выпуска и обычной продукции, не сорвало ни одного экспортного заказа. Зарплата по итогам года увеличилась в 20%. Сегодня каждый из нас, от ткача до директора, понимает, насколько тяжело бороться за свое место на рынке. Мы не можем позволить себе расслабиться ни на минуту, иначе просто потеряем все и придется начинать с нуля. Готовясь к собранию, я видела, что есть предложение по изменению работы с государственными активами. Мы обсуждали это внутри коллектива. На наш взгляд, важно, чтобы собрание закрепило принцип невозможности массовой приватизации в Беларуси и распродажи госсобственности с молотка. Озвучавшее предложение по объединению профессиональных навыков, технических, сыроевых и финансовых ресурсов считаем абсолютно правильными. Это может сделать многие государственные предприятия только сильнее и успешнее. По крайней мере, для легкой промышленности данная тема перспективная. В завершении отмечу. 2021 год объявлен годом народного единства. Я, как ткач, скажу немножко образно. Для того, чтобы получить добротное полотно, нужно, не нарушая традиции, правильно и на совесть переплести нити. Так и в нашей стране, сохранив лучшее, что создано, давайте объединим все наши душевные порывы и усилия для красивого и качественно нового будущего Беларуси. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Михайловна. Слово для выступления предоставляется Тарасевич Жанне Казимировне, директору бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского. Следующим выступит Александр Григорьевич Ярошенко. Пожалуйста, Жанна Казимировна. Добрый день. Уважаемые делегаты и гости собрания. Я представляю бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского, которые уже более 30 лет оказывают поддержку и продвижение интересов бизнеса. И сегодня я буду говорить о членах своего союза, о дальнейшем развитии предпринимательства Беларуси. Формирование частного сектора зачастую проходило не благодаря, а вопреки обстоятельствам, как и становлению нашего суверенного государства. В настоящее время сектор занимает значительное место в экономике страны. Только субъекты малого и среднего предпринимательства формируют 26% балового внутреннего продукта, 35% поступлений в бюджет и занятых в экономике, 40% страновых инвестиций и почти половину валютных поступлений от экспорта. Отрадно, что благодаря принятым решениям прошлой пятилетки в нашей стране активно развивается новый сегмент предпринимательской инициативы, который насчитывает почти 90 тысяч ремесленников, самозанятых и агроусадеб. Все больше частных предприятий позиционируют себя как социально ответственные. В трудный ковидный период реализовали ряд социальных и благотворительных проектов, оказали помощь медикам и другим нуждающим. Но главное, максимально сохранили рабочие места, не допуская массовой безработицы. И сейчас, понимая сложность ситуации, обусловленной глобальными вызовами коронавируса, закрытия границ, торговые барьеры и локальными проблемами социально-политической и экономической ситуации в стране, бизнес озабочен обеспечением устойчивости развития Беларуси, установления стабильности и согласия в нашем обществе. Я сосредоточусь на отдельных экономических аспектах, которые целесообразно учесть при конституционной реформе и доработке программы на пятилетку. При изменении Конституции судьбоносны две вещи – сохранение суверенитета и рост благосостояния населения. Поэтому в период реформ очень важно не сломать экономическую систему, гарантировать всем субъектам экономики возможность работы в прозрачных и одинаково понятных условиях. Исключить внутреннюю дискриминацию и протекционизм. Для этого предлагается в проекте новой Конституции предусмотреть специальный раздел «Основные положения экономической политики и государственного управления в социально-экономическом развитии», в котором отразить главные постулаты, такие как уровень государственного регулирования экономикой, «Гарантии свободы предпринимательской инициативы», «Конкуренция», «Социально-трудовые отношения» и другие. Свои предложения по редакции данного раздела мы готовы представить для широкого обсуждения. В программе на пятилетку целесообразно учесть следующее. Первое. Налоговые и пенсионные системы. Предлагается подойти к совершенствованию их комплексно и системно, что предполагает оценку фискальной системы по общему уровню изъятий, включающих налоги, обязательные социальные отчисления и неналоговые платежи. А в программе определить прогнозный индикатор на уровне 35-38% на конец 2025 года. Базовый тезис, что налоги должны платить все и нести соразмерную ответственность за неуплату, принимается. Но важно, чтобы после совершения всех обязательных платежей у честного налогоплательщика остались возможности и желания инвестировать в развитие бизнеса в нашей стране. При этом нормы налогового законодательства и применение ответственности должны быть одинаково понятны для бизнеса, контролеров и судов. Из-за сложной демографии не обойтись и без шагов по изменению пенсионного законодательства. Для ясности предлагаю утвердить 10-летний национальный план до 2030 года, базовыми элементами которого будут переход к перераспределению нагрузки между нанимателями и работниками, развитие добровольного пенсионного страхования, покупка пенсионного стажа, дифференциация размера пенсии от уровня индивидуальных страховых платежей. Именно эти решения, а также внедрение электронных сервисов будут способствовать решению проблем зарплат в конвертах. С ростом собираемости налогов можно будет отменить частично неналоговые обязательные платежи. Второе. Эффективная конкурентная политика. Говорим много. Но примеры антиконкурентных решений госорганов и их должностных лиц, к сожалению, продолжают регулярно появляться. Практика требований по выбору банка обслуживания. Бесконечные препоны в госзакупках. Право местных органов власти закупать жилищно-коммунальные услуги без проведения конкурсов на большей территории страны – это только некоторые примеры данного процесса. Назрела необходимость реализации реальной программы по конкурентоспособности. Третье. Деловая среда. Для привлечения инвестиций необходимо активно заниматься разрегулированием устаревших норм, которые просто мешают работать. В конце 2017 года на встрече деловых кругов я обращалась к президенту по совершенствованию условий лицензирования медицины. Спасибо. Просьба выполнена. Хотя, конечно, очень надолго растянулся процесс. Бюрократическая волокита стала непреодолимой проградой для реализации любых продуктивных инициатив. В динамичном цифровом мире, когда реагировать надо быстро и мгновенно принимать решение про медление подобной смерти. Бизнес продолжает жаловаться на бюрократию в строительстве и экспертизе. Энергетики. Двойное регулирование цен по ряду медицинских услуг. Да, что-то сделано. Например, в части упразднения советских норм. Но работа не доведена до конца. Должна быть продолжена работа по реорганизации госорганов и контрольных ведомств, чтобы каждый чиновник, особенно контролер, действовал по инструкции в четкие сроки, с опорой на информационные технологии. Важна норма закона, а не ее интерпретации. Плюс ответственность каждого за принимаемое решение. Участились сигналы, что под видом мониторинга проверяющие проводят почти полноформатные проверки. Чего быть не должно. Не может отсутствие мусорницы в левом углу или вместо правого быть основанием для предписания штрафа или остановки работы объекта. Если это решим, то и бизнес активнее пойдет. Например, в социальную сферу. За счет частных инвестиций можем развивать объекты медицины и образования. Наши предприниматели готовы этим заниматься. И в завершении, поверьте, это далеко не полный перечень предложений, которые у нас имеются. В программе «Пятилетки» есть приоритет государства-партнер. Полагаю, что ведение честного, открытого диалога между государственной властью и бизнесом должно продолжаться на постоянной основе. И ему будет способствовать переосмысление роли и места бизнес-объединений, а также перезагрузка и совершенствование работы ряда диалоговых площадок. Например, таких, как Национальный совет по социальным и трудовым вопросам. Надеемся, что данные предложения будут поддержаны белорусским народом и найдут отражение в важных документах нашей страны. Спасибо. Уважаемые друзья, я не вмешивался в разговор, но не могу не сделать одно замечание, ни в коем случае не подвергая критике выступающего. В наши советские времена, Владимир Владимирович, помнит, вообще было запрещено задавать даже вопросы выступающим. Это право выступающим. Просто хочу отреагировать на злобу дня, чтобы не забыть на выступление предыдущего оратора. Вы знаете, я все больше склоняюсь к тому, что, учитывая мнение и принимая решения по подобным предложениям, мы в стране, особенно в Минске, создали не просто Бролуновское движение, а некоторый хаос. И не только в бизнесе. Что я имею в виду? Помните подобное предложение? Давайте прекратим эту бюрократию или бюрократию схождением по регистрации бизнеса. Давайте сделаем просто. Был разрешительный принцип. Правильно? Да. Давайте сделаем разрешительный. Заявительный. То есть заявительный. Давайте сделаем. Пришел, заявление бросил. Там одно окно. Сообщат адрес, налоговую инспекцию. Все нормально пойдет. Ладно, думаю. При сильной власти, управляемой, в конце концов, авторитарной власти и диктатуры, мы с этим справимся. Что мы получили? Один, извините меня, сопляк. 20-30 компаний. Заявление бросил, открыл. Заявление бросил, открыл. Думаю, давайте посмотрим, понаблюдаем. Почему нельзя многоотраслевую компанию создать? Ну, почему нельзя? Если честно, и бизнес пусть будет многоотраслевая. Ну, пару компаний. Посмотрим, чем занимаются эти компании. Половина выводит деньги за пределы. Не уплачивая налоги. Я уже не говорю о некоторых других моментах. И вот оратор высказала замечание по поводу лицензирования в медицине. Опять непопулярно скажу. Опыт последнего года и меня, прежде всего, и наше правительство многому научили. Тоже упрощенный принцип. Притом, я тщательно наблюдал за регистрацией медицинских в сфере здравоохранения предприятий. Способствовал этому всячески. Не вникая глубоко, кто там регистрирует, как. Ну, тщательно отслеживал ситуацию. И что мы получили? Приходит государственный служащий. Приходит человек в погонах. В такие частные медицинские клиники почти сплошь и рада. Ты, я батька, вон отсюда. Я тебя лечить не буду. Скажите, какая должна быть моя реакция на это? Так вот, я говорю, непопулярно, чтобы вы знали, мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи. Или еще. Первый случай мне доложили по одному из журналистов. Женщина, я не буду называть ее имя. Со слезами прибежала к руководителю. Он сразу же мне доложил. В эти острые периоды. В детский садик ребеночка ведет. А, ты там, задействующий власть. Вон со своим ребенком с детского сада. Это было и в частных, и, к сожалению, в так называемых государственных детских садах. Скажите, какая должна быть моя реакция? Я не хочу тут особо погружаться в это, но я отдал распоряжение Минскому горесполкому и на контроль руководителю нашего Сената, уполномоченный, прекратить этот разбой с плевым регистрацией, с плевой регистрацией бизнеса. Знаете, когда мы подходили к этому вопросу, мы исходили из того, что людям надо было дать работу. Хоть какую-то работу. У нас что, сегодня проблема с рабочими местами? Я в выступлении приводил в докладе вам пример генерального директора нашего МТЗ Вовка. Пожалуйста, иди работай и хорошо зарабатывай. Сегодня нет этой проблемы. Да, нам нужны продвинутые инициативные люди. Но они должны работать в интересах, прежде всего, государства, а не на разрушение его. Я очень хорошо, знаком, изучал еще на первых порах своего президентства бизнес в Соединенных Штатах Америки. Я проехал Америку с Востока на Запад. Был в самой глубинке. Патриотизм высочайший. И у фермера, и у бизнесмена. Они все понимают, если есть государство, значит они будут работать в этом государстве. И государство в любой момент поддержит и защитит то, что мы и делали. А что получили в ответ? Почему предыдущий оратор об этом не сказала? Мы не будем ни с кем сводить счеты. Но те процессы, которые нужно государству держать под контролем, мы их будем держать. И если вы хотите, не обижайтесь на меня, частники, равных условий. Вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников. Что за намеки там по пенсионной системе? По пенсионной системе? По другим? Тут должны быть равные условия, а не какие-то там исключения. И какие могут быть оговорки по уплате заработной платы в конвертах. Типа вот это вот надо сделать, тогда и не будет зарплаты в конвертах. А что, у нас однозначно не определено это в законодательстве? Что у нас есть законы, которые могут трактоваться и так, и этак. То есть можно в конвертах платить, а можно без конвертов. Это жесточайшее преступление. Закон есть закон. Пусть он будет самый жестокий. Но он закон, он все не действует. И ты должен исполнять этот закон. Вот тогда милиция, следователи, контролеры и суды, процитировал, будут благословно относиться к бизнесу. Что у нас безумцы, контролеры и особенно судьи? Да не безумцы, они понимают, что от производства, от экономики, от бизнеса в принципе все зависит, жизнь государства. Они это понимают. Видите ли, обиженные, бедные, безалитные, олигархов, Беларусь? Я не говорю о 12-х смартфонах и айфонах. Ради Бога. Звоните. Хотите, чтобы каждую минуту у вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим всем айфонам? Покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут эти, как они, эти телефоны кнопочные. А мы, хорошо, по 10 автомобилей в гараже разъезжаем на показ. Слушайте, я опытный человек видел многих бизнесменов. Иногда удивлялся. Миллиардер на Западе, веду с ними диалог. Простенький костюмчик. Аккуратненький. Ни в коем случае не на показ. Потому что я у одного спросил. А почему так за обедом? Он пригласил на обед. А почему? А не надо на глаза людям лезть. А у нас? Я вам говорил о молодежи. Во что это превратилось? Сынки разного рода бизнесменов, прежде всего. И нашего брата. Автомобили такие, штучный вариант. На Западе никто не ездит. У нас запросто. А другой, приехавший из региона, где его родители корячатся поколениями на этих фермах и кормит народ, этого не имеет. И он смотрит на него. Ох, ах. Боюсь жестко сказать, как я. Хотя скажу, чего там. Цитата. Спортсмены наши обиженные. Ты, слушай, поедем, пивка попьем. Вон у меня на заднем сиденье пару телок сидит. Цитата. Это откуда? Вы подумайте о социальной ответственности. Опять цитата оратора. И скажите, в чем заключается эта социальная ваша ответственность? Мы же этим самым разрушаем свое общество. Какая работа может быть среди молодежи, если они видят эту реальную жизнь? Несправедливую реальную жизнь? Мы к этому спокойно относимся, потому что в СМИ, прежде всего, и не только в наших, прежде всего, в других, особенно в России, нас убедили, что это нормально. Вот он инициативный человек, он сопляк, в 30 лет стал миллиардером. Он что, заработал это? Или мы за идиоту в другую часть молодежи и своего населения считаем? Так нет, они все понимают. И мы это должны понимать. Сейчас мы проанализируем все предложения предыдущего оратора. Конкретно, но я тщательно выслушивал каждую фразу. Звучит красиво. Но приведи хоть один пример. Конкретизируй, как это на деле выглядит. Но если вы богатые, вы же это получили за счет А. Работников, которые там работают. И не получают даже, ну вот уверен в среднем, не получают даже тысячи долларов заработной платы. А хозяева имеют десятки, а то и сотни тысяч. И не в год, а в месяц. Это что, справедливо? Но если ты богатым стал, ну инвестируй в государство. А нет, ну инвестируй в спорт. Поддержи людей. Нет, государство, пусть они там, калийная компания пусть заплатит. Поэтому прекратите эти разговоры о каком-то принципы равноправия. Хотите равноправия? Работайте в равных условиях. Сколько было шума, когда наши эти, помните, до пандемии, особенно торбешники возили это тряпье, на рынке продавали. Вот я думаю, наш министр легкой промышленности, руководитель концерна, здесь присутствует. Вот, вот сейчас ее поставьте на трибуну, а он вам без подготовки расскажет о равных условиях. Она редко видит президента, но каждый раз скромно напоминает Александр Георгиевич. Ну вы же посмотрите, в России, в Украине уничтожили всю легкую промышленность. Я говорю, ну у тебя-то она есть. Она-то есть, но мы в неравных условиях. Они завалили рынок этим дешевым тропьем. И дешевое тропье не потому, что оно в Турции и в Китае только дешевое, а потому, что мы им предоставили льготы, неравные условия. Это же особый класс. И кунявские в свое время это предлагали. И мы закрываем свои предприятия легкой промышленности. Спасибо. Вот выступала женщина, спасибо и по ХБО. Я, наверное, как пять пальцев знаю это предприятие, как и многие-многие другие. Если бы она разоткровенничалась и рассказала, сколько там бед приносит вот эта неравноправная конкуренция с этими так называемыми ИПшниками-торбешниками. И когда время пришло эту лавочку закрывать уже, слушайте, это ж такой вой поднялся. Они с тунеядцами начали вываливать на улицы первыми. Так о какой справедливости вы говорите? Какой вы хотите справедливости неких равных условий? Вот вам равные условия. И так будет. Это урок прошлого года. Она права. Равные условия. Богатый заплати больше. Поддержи бедного. Потому что эти бедолаги на тебя работают. И благодаря им ты имеешь сегодня миллионы. И строишь. В Турции, в других странах собственность. Все парятся по поводу Бабарика. Ах, конкурент президента посадили. Да плебать я хотел на таких конкурентов. В Турции собственность понастроил. Здесь особняки никто так не живет, как он. Автомобили, дома. Детей втянул в это. Пооткрывал предприятия. Что вам еще надо? Я что, должен спокойно на это смотреть? Вы знаете, если это в корне не пресекать, это перебросится на нас. В этом социологическом исследовании, вот мне докладывают, откровенно скажу, по Белыничам. Я говорил это или нет в докладе? Нет. Не говорил. Заходит нормальный пенсионер в райисполком. Ну вы же понимаете, что, чтобы меня не упрекали, я и смотрю, и слушаю, и хожу, и изучаю, чтобы знать обстановку в стране. И он говорит, слушайте, надо президенту сказать. Здесь же, говорит, в райисполкоме. Я не утверждаю, что это так. Я просто вам цитирую. Фразы заявления этого человека. Сказанные. Он же не понимал, что рядом с ним стоит человек, который мне завтра это доложит. И он душой говорит, так они же, говорит, половину бочебешники. А половину глаза в стол прячут, когда начинают говорить о государственных вопросах. Я думаю, ну что же произошло с нашим чиновничьим людям? Да, там немного переобулись, но очень, наверное, много спрятались под плинтус, как я говорю. Что произошло? Да, их надо оттуда выкуривать, надо выгонять из-под плинтуса. Но почему вдруг? Они же, как никто другой, должны понимать, что происходит в обществе. И наверняка понимают. Но почему так? Я понимаю, что многие из нас смотрят на соседнюю Россию. В каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там. Самые маленькие даже каких-то там поселковым советом ходят. Советую вам туда не смотреть. Россия богатая. Непомерно богатая страна. Богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно. Мы никогда не будем жить так, как живут в России. И второе, думаю. Может быть, мой жесткий курс на борьбу с коррупцией, где шаг влево, шаг вправо для чиновника грозит местами не столь отдаленными, к этому привел? Наверное, есть и то, и другое. Я утверждаю это. Так вот, я вам хочу сказать, дорогие мои подчиненные и чиновники, не будет здесь коррупции, пока я президент. Это на год. В Беларуси это на год. А потом о нас начнет народ вытирать ноги. И запомните, если мы сегодня с портфелями и имеем возможность жить хорошо, а как-то очень хорошо, запомните, мы же все верующие здесь. Вот Владико выступал громко, вы ему аплодировали. Все верующие. Так он же все видит. И всех поставит на место. Сегодня вы великие, шванство, неуважение к старикам, пенсионерам, а завтра будете такими стариками. Вот Алексей Степанович сидит. Дай Бог, чтобы он только жил здесь. Он занимал высочайшие посты. Он был секретарем Центрального комитета. Я его помню. У него подход был первым секретарем обкома. И в Гомеле, по-моему, был, да? Жесточайший был человек. Даже в те времена. Даже первые секретари, которые выше него были там на голову, ахали и охали. Но где бы не работал, был результат. Потому что он понимал, что нужна дисциплина. И вот он сегодня ушел из этой активной жизни. Сидит и наблюдает за нами. А как работаем мы? Ко мне обратился, я не буду говорить, вот на выходе с обычным житейским вопросом. И я подумал, некогда могущественный человек. Он ко мне обращается с обычным житейским вопросом, которые у него возникли. О которых он, будучи тогда секретарем ЦК, и не думал. А сегодня они перед ним встали. Так перед нами каждым встанет этот вопрос. И передо мной, и перед вами. Так вы же думайте о будущей жизни. Отношитесь к людям, как положено. Уважайте их. Не можете с ними? Так поговорите хотя бы с ними. А нашим бизнесменам, чтобы долго не рассуждать, посоветую, если заработали много, много помогите. Если заработали мало, никто с вас не сорвет и не спросит. Не буду называть компанию мою, просто сейчас вырезаем. Торговая. Возьмите белорусский товар, продовольствие. Продайте. Вы ебатьки, белорусская, вон отсюда. Я говорю, проверьте, а что там? Египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее и тому подобное. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которую я из-за условий, не лично, а создал условия, чтобы она здесь работала. Как я к ней должен относиться? Ее в Беларуси не будет. Она у нас не дефицит. И чтобы вы абсолютно поняли мою позицию, здесь не какая-то злость и ярость. Это выстрадано мною. Мы будем поддерживать всяческие производственные компании. Пусть открываются, пусть работают, пусть приносят благо. Производство быть. И какое у тебя там мнение твое? Ради Бога, можешь не любить Лукашенко, можешь этих ебатик не любить. Кого угодно можешь не любить. Иди, работай по законам, честно, принципиально. Люби свой народ, который у тебя там работает. Всяких ИПшников приведем в чувства. Чувства приведем. Потому что, я понимаю, есть ИПшник, скульптуру делает, картины рисует. Еще какие-то там корзины плетут, косы клепят, как я говорю. Ну, дефицитнейшие люди, которых нельзя потерять. Народные умельцы. Да, это действительно индивидуальный предприниматель. Я часто привожу пример без фамилий. Многие поймут. Извините, морду раскрутил на телевидении. Распиарился. Идет свадебное агентство еще куда-то. И вечером проводит эти вечера. Мы не против. Свободное время, иди и работай. Но требование одно. Заработал там. Заплати налоги. Ведь 13% подоходный налог. Нет. Он зарегистрировался ИПшником. Так какой же ты ИПшник? Какой ты ИПшник? Ты раскрутился на государственном телевидении. Заработал там деньги на здоровье. Но какой ты ИПшник? Заплати налог, как положено. Это вот тот бардак, который мы породили. И тут надо четко определиться, кто может быть ИПшником. Исходя из этого опыта. И если это дефицитные люди, которые получают эти деньги от своих рук, от своего труда. Ведь предложение по ремесленниству много лет назад пошло от меня, когда я приехал на один рынок. В Шклове я приехал на рынок. Если есть коноплек здесь был. У меня тогда помощником еще. Мы зашли на этот рынок. И обычный крестьянин ко мне... Я подхожу, корзины там разные. Говорю, вот молодец, делаешь. Он говорит, Айсан Горджик, ну это ж беда. Беда с этими налоговыми и прочими. Я думаю, чего мы пристали к этому человеку? Их немного осталось. Которые плетут, делают эти корзинки. Чего мы к нему пристали? И тогда приняли решение по этому ремесленничеству. Вот это и есть ИПшник. И ему не жалко, потому что он своими руками это делает. Он заготавливает эту лазу, я знаю, эту технологию. Заготавливает зимой в определенное время. Ползает, приносит, высушивает, делает и так далее. Это ИПшник. Ему не жалко и льготы предоставить. Да он и копейки эти зарабатывает. А у нас выросли, вот проводил я этот пример, маждовороты. И все переобулись. Им то чего не хватало. Или бедные культурные работники тоже, так называемые культурные. Они тоже были ИПшниками. От этого театра, Янки Купалы, который я вылепил, в туалет превратили его. Вместе вот с этим начатым дворцом республики туалет был. Я приехал с деревни для того, чтобы туалеты почистить здесь в центре Минска. Сделал все условия. Где они? Поэтому, дорогие мои, еще раз повторяю то, что сказал в докладе. Каждый имеет право на свою точку зрения. Клянусь вам, детьми, я не боюсь. Никакой точки зрения. Я готов дискутировать с каждым. Пусть говорят, пусть высказывают свою точку зрения. Надо это, потому что нет развития, если нет конкуренции, прежде всего, идей и мыслей. Не будет производства конкуренции, если нет этих конкуренций, этой идей и мыслей. Они должны быть. Но надо понимать, ты пришел работать, ты в бизнесе работаешь, в производстве. Одни законы, один порядок. Пришел в политику. Родные мои, там очень тесно. У нас всего 110 депутатов в парламенте. Сколько у тебя, 60 сенаторов? 60 сенаторов. А у нас переворачивается в стране, которая могут голосовать, 10 миллионов. Вы представляете, какая конкуренция? Один президент. И его свергает сегодня тысяча человек, готовые сесть в это кресло. Не понимая того, что президентское кресло и президент в Беларуси – это не царь. И это не царствование. Сел и сижу, и благо на тебя сыпется. Кто-то и так проводит свою президентскую жизнь, но в Беларуси. Один год. Ты будешь президентом, если ты будешь царствовать. Поэтому не спешите в это кресло. Но оно одно. Поэтому в бизнесе конкуренция – это одно, в политике – это другое. И законы, и правила другие. Поэтому, пожалуйста, идите. Но помните, что вас могут в этой политике исполосовать. Ни за что просто. Поэтому, уважаемые бизнесмены, начинайте работать на государство. Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный. И буду требовать, как авторитарный руководитель, в этом есть правда, или, как вы хотите, диктатор, я буду от вас требовать этого, пока я еще в этом кресле. Никого не запугиваю, но начинаем работать на равных условиях. И чтобы не было больно, опять про эти конверты. С чего началось? Что один из знакомых людей мне говорит, Александр Иванович, а как работать? Вот я работаю честно, плачу зарплату и прочее. Отчисления. Пенсионерам там социальные нужды и прочее. Я говорю, хорошо, и что? А ведь больше половины, говорит Минский, платят таких компаний, как я руковожу, в конвертах. Мне в глаза. Какова должна быть реакция президента, который болеет за свою страну? Однозначно, докладываю вам, поручено комитету государственного контроля, подключить специалистов со всех ведомств и выкорчевать, железно выкорчевать эту практику. У нас что, пенсионеры объелись? У нас что, пенсионеры богатые, по 200-300 долларов получая? Богатые? Они на мерседесах ездят? Как вы? А вы прячете в конвертах эти несчастные деньги, чтобы не заплатить какую-то сумму от зарплаты, сколько там у нас, 35-40 процентов? 35 процентов. Так вы же своим родителям это платите? Сколько родителей вы мне на шею повесили, побросали? 150 у тебя, сколько этих стариков, домов этих? 154. 154 дома. Надо было их спасать от ковида, потому что это самое страшное место, вы знаете, по международным этим заявлениям и новостям. Вот на Западе люди умирали полностью домами, по 100, по 200 человек. Я говорю, Владимир Павлович, посмотри с депутатами, подключитесь. Вот ваша железная задача и мое поручение. Депутаты, возьмите с Минтруда под контролем 154 дома. Посмотрите, чтобы люди не умирали от ковида. Министр докладывает. А вы знаете, Александр Ильич, здесь же у нас море стариков, ходячих, неходячих, у которых дети в шоколаде. Так вы что, своих родителей не можете посмотреть? О каких вы, бизнесменах, мне сегодня говорите, если вы бросили своих родителей мне на плечи? И вы когда-нибудь слышали, что у нас мор начался в этих 154 домах, где самые уязвимые люди бы этого не слышали? Потому что государство за деньги тех добросовестных бизнесменов и государственное предприятие ввело систему вахтового их обслуживания. Одна группа медиков и прочих приезжает на две недели у тебя, да? Две недели. Две недели отработали, мы их там кормим, содержим, поим, чтобы они не выходили за пределы этого, потому что принесут туда заразу. Отработали две недели, уходят. Приезжает новая бригада проверенных людей. Мы колоссальные деньги тратили, а вы в конвертах деньги платили, чтобы своим родителям копейка не досталась. Мерзавцы, вы понимаете, так нельзя жить. Поэтому мы наведем порядок в стране. И я вам откровенно сказал, что такое поручение комитет госконтроля начал реализовывать. Или еще один пример. Из-за рубежа мерзавчики, даже не мерзавцы, а мерзавчики обратились. День солидарности в понедельник был, какой-то день был в понедельник. Что с лишним? Сколько там вот председатель комитета у меня за спиной сидит. Сколько мы в Минске таких обнаружили предприятий? Около двухсот предприятий. Вот этих вот бизнесменов закрылись в знак солидарности. И кто они? Они что, дефицитные у нас? Отдельные торговые точечки, отдельные там кафешки и прочее. Моя позиция. Скажите, как я должен был поступить? Или вы на моем месте? Я предупредил комитет госконтроля. Закрылись? Не мы же закрывали. И чтобы ни одно не открылось. Поэтому каждый должен думать головой. Я не хочу, чтобы о моем народе говорили. Хе-хе. Правильно говорят. Это они не пуганные белорусы. Украинцы нам. Отдельно россияне некоторые говорят. Это белорусы не пуганные. Поэтому батька плохое, власть плохая, то плохое. Все плохо. Им надо, чтобы их кто-то пугнул. Я не хочу, чтобы мой народ пугали из-за пусть даже сорока шести тысяч семисот человек. А дома, говорю уже своим так. Не будет меня. Пусть пугаются. Вот народ изберет своих. И пусть они потом их пугают. Пусть хлебнут. Но это они должны избрать. Они должны определиться. Вы смотрите, вот у меня на столе опять эти социологические исследования. Я говорю, что они мне очень были важны. По телефону там около 75% действующему президенту доверяют. Это не голосование. Мы, к сожалению, не задали вопрос, если бы выборы завтра, за кого бы голосовали. Это разница. За кого бы ты голосовал, доверяю или не доверяю. Понятно, что пришли к человеку, анкету дали, по телефону позвонили. А у того снегу подъезда не вычистили. А где-то лекарство подорожало, еще что-то. И все это сходится на президенте. Понятно, что после этой атаки на президента это уже не 80%. Но по телефону каждый ответил 75%. И 67% где-то поддерживают, доверяют президенту. Мы, в принципе, выходим на те же 80%. Притом я допускаю, что, может быть, 78% было, 76%. Кто-то посоревновался. Ну, это же жизнь всякая может быть. И после этих протестов рейтинг президента по доверию в Минске выше, чем где-нибудь. Почему? Потому что люди хлебнули этого. Они увидели, они увидели, что происходит, что происходит их на улицах. И все. А нет, мы этого не хотим. А мы хотим, чтобы было, как до выборов. А мы хотим вернуться в ту Беларусь. Я вынужден был сказать, мы в ту Беларусь не вернемся. Мы сделаем ее лучше. Но это мы с вами должны сделать. Именно мы впереди должны пойти. Вы, две с половиной тысячи человек, которые вас направили сюда. Поэтому не поддавайтесь на эти разговоры. Бедных бизнесменов. Бедных мы всегда поддержим. Он у меня хороший знакомый, Саша Шакутин. Не знаю, есть, нет, Самкадора. Ему досталось предприятие приватизированное, государственное. Что он только не делает. И гидравлику, и шестерни, и еще что-то. И строит, старается и прочее. И я вижу, что это не простой бизнес. У него тысячи человек работают. Я немного отвлекся от этих процессов, но мы же такие предприятия не бросили. Мы же поддерживаем эти предприятия. И будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Не патриоты нам не нужны. Лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали. Пусть лучше уедут, потому что они перевернут страну. И запомните, Беларусь не Россия. Власть здесь на колени перед бизнесом не встанет. Думаю, президент России вот после этих событий задумается о некоторых бизнесменах и прочих творцах. Один в один, как в Беларуси, так и там. Которые сегодня переобулись. Вчера улыбались, ползали перед Путиным. Сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет. И даже не только потому, что я президент. И после меня этого не будет, если мы хотим сохранить страну. Сегодня востребована справедливость. Вот эти все бунты на Западе, в богатом Западе, где евро печатают. В Америке, где доллары печатают, там даже нефть не надо добывать. Доллары печатай, раздавай. Вон они по 600 или 800, по 2000 долларов раздали каждому американцу. По 2000. А где они взяли эти деньги? Они напечатали. Все на нас и ляжет. У нас этого нет. Поэтому своими руками, честно, ответственно, социально ответственный должен быть бизнес. Если он будет таким, мы всячески будем его поддерживать. Но государственное служащее, запомните, нет и не будет коррупции. Не только потому, что я жестокий в этом отношении. Я первый человек, который в независимой Беларуси возглавлял комиссию, которую в народе обозвали комиссию по борьбе с коррупцией. Вы видели мои подходы? Это одна из причин, одна из причин. Даже не главная, но одна из причин, почему меня сопливого тогда избрали президентом. Я от этого никогда не отступал и не отступлю. Вчерашнее мое заявление здесь, мы уже отследили, мои помощники в этих каналах бандитских. А, вот он такой, мы сейчас у него начнем чего-то искать. Я за. И если будет ко мне хоть один вопрос, по какой-то проблеме я лично приду с журналистами и покажу и расскажу, что они у меня там нашли. Я даже матери домик, который он все равно, я у матери один, у меня нет времени его переоформить. Вот не знаю, председатель Шпловска, исполком, может он уже взял, сам переоформил на меня этот домик. Вот и вся моя собственность. На меня дом переоформил, не на себя. Поэтому, будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я не ходил бы по стране и не боролся с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльцев в пушку. Хотя, я об этом редко говорю, потому что, ну кто поверит, что президент может быть не ворюгой. Кто во власти, тот и вор. Такое мнение бытует в народе. В Беларуси не так. Те же социологические исследования. На пятом или шестом месте народ поставил вопросы коррупции. У наших соседей это первое место занимает по социологическому опросу. У нас уже ниже почти там где-то 50%. То есть, это уже волнует людей. Волнует. Но не на первом месте стоит. Поэтому, военным людям, гаишникам, которыми я горжусь. Да, там тоже бывает все. Бывает все. Я как-то рассказывал, часто делаю вот эти проверки. Посылаю людей и даем взятки гаишникам. Специально. Последнюю проверку осуществили. Ни один не взял. Один рассуждал на эту тему. Один рассуждал на эту тему к моему стыду напротив Дворца Независимости. Ему предложили, он начал эту тему обсуждать. А потом говорит, не-не-не, не идите. Идите не сегодня и не завтра. Идите. То есть, у него сработала эта чуйка. И десятки, десятки. Десятки было подходов. Не один. Это гордость. Вы же мои дети. И я горжусь, что у нас такие люди. Или, допустим, у меня есть много друзей россиян. Не бедных людей. Говорит, едем с аэропорта. Останавливает гаишник. Ну, нарушила жена за рулем. Ну, нарушила она. И я тут, как в Москве. Он говорит, я вас сейчас арестую. Вот у меня и руки задрожали. Что не хватало? Знакомой президента, хорошей партии. Друга расставали за взятки. Я говорю, и сидел бы. Поэтому давайте строить нормальную жизнь. Давайте будем настоящими людьми. Слушайте, ну, я иногда думаю, вот, ну, живу в нормальной резиденции, там, хоть в деревне в этой. Но пусть две спальни, ну, большой дом и так далее. И уже, наверное, вот, подходя к этому возрасту, думаю, дворцы там еще чего-то строят. А у меня, когда строили эту резиденцию, на территории экспериментальный был вариант, не буду называть фамилию, один человек из дерева построил обычный маленький дом. Я очень люблю туда заходить. Русская печка, две комнатки, а между ними кухня, совмещенная с этой, ну, как обычно делают, с гостиной. Это самый любимый дом. И я вот иногда сижу и думаю, а что человеку? Старику и другим. Ну, что ему надо? Именно такой домик. Ну, на тот свет не заберем. Ну, в гробу карманов нет. Поделитесь пока живы с людьми. Отдайте им то, что вам безлишки. То, что вам никогда не нужно будет и вашим детям. Ну, не складывайте вы в мешки эти деньги. Крысы же поедят. Поэтому, извините за это, мой откровенный спич, этот разговор, навеянный некоторыми выступлениями. Знаете, власть, мы говорим, государство для народа, власть народная, но мы и должны быть народными. Ибо мы превратимся в банановую республику, где каждый гребет под себя. Если мы, вот эти вот богатые люди, которых здесь предыдущий оратор говорил, чуть-чуть от себя тремя пальцами по-белорусски отщипнет, как народе говорят, и даст немощному, ему воздастся. Помогите. Вот на телевидении, наверное, он есть здесь, наш олимпийский чемпион по плаванию. С ограниченными, говорят, возможностями. Да, Талай. Я его видел вчера, здесь он давал интервью. Какой молодец парень, а? Четверо детей. С ним стоишь, даже мне стыдно перед ним стоять. У него глаза горят. Он всем доволен. Я думаю, это я с ограниченными возможностями, а не он. Ну почему не помочь ему и тем людям, которые вокруг него? Вот это соль. Это суть нашей жизни. Мы это должны помнить. Помнить, что мы сегодня имеем власть, а здесь многие, которые, подавляющее большинство, которые во власти. Завтра мы будем обычными людьми. Обычными. И даже некоторые могущественные люди, генералы, генералы-лейтенанты и прочее, вы должны помнить. Завтра мы будем обычными. Если кто-то хочет утошнить, как это будет, вот он, светило, сидит, видите? Алексей Испанович, подойдите к нему, он вам расскажет. Извините за то, что я перебил вас, но я хочу, чтобы у нас и настрой был соответствующий. Уступающих и в этом зале при этом разговоры. Потому что домой придется вернуться. И вам придется, перед теми, кто вас сюда направил, отчитываться. И вы должны думать, что вы им там скажете, чтобы их обнадежить. Потому что некоторые из коллектива ждут, что вы вернетесь с мешком денег или повышением зарплат, пенсий и так далее и тому подобное. Обычные люди, они же так воспринимают такие форумы и съезды. Хотя это далеко не так, я вам вчера сказал. Это скучное и тяжелое мероприятие, потому что здесь обсуждается перспектива и прежде всего экономическая экономика. А экономика не бывает интересной. Только та часть, где выплата зарплаты, дивидендов, там коврыжек каких-то, там интересно. Это тоже в экономике. Но это маленькая толика. И даже в себестоимости, это не главное. Пожалуйста. Продолжаем нашу работу. Приглашаю для выступления главу администрации Китайско-Белорусского индустриального парка Великий Камень Александра Григорьевича Ярошенко. Подготовиться для выступления Дарья Чкину Николая Ивановича. А если хотите, в качестве выступления к его выступлению. Вот он работал в шоколаде, вроде как, в народе говорят, был в Минэкономике, да? Да, сам министр. И он там начал пылко где-то выступать на совещании. После совещания, я говорю, поедешь в парк, в Великий Камень. Поеду. И поехал, и работает. И я это помню. Спасибо. У меня это не записано. Годы прошли, а я это помню. Я тоже. Придет время, не торопись. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые делегаты и гости собрания. Глава государства в своем докладе подчеркнул особую роль отношений с Китайской Народной Республикой. Китай неуклонно приближается к статусу первой экономики мира. Численность среднего класса в стране превышает все население США и близко к общему числу жителей Евросоюза. Это делает его самым динамичным, платежеспособным и привлекательным рынком в мире. Но главное, Китай совершил прорыв в развитии технологий будущего, 5G, искусственный интеллект, онлайн-торговля, солнечная энергетика. Еще в 90-е годы Александр Григорьевич Лукашенко подчеркивал глубину и значимость исторических перспектив Китая. Наша страна выстроила прочные и открытые отношения с новым планетарным лидером. Такой высокий уровень отношений с Китайской Народной Республикой имеет всего 4 страны в мире. Россия, Пакистан, Великобритания и Беларусь. Китайская Народная Республика уже второй после России внешнеторговый партнер Беларуси с годовым оборотом в 5 миллиардов долларов. Улучшается структура экспорта с акцентом на конечные маржинальные продукты. Около 500 белорусских экспортеров уже закрепились на этом конкурентном рынке. Аккредитованы более 100 сельхозпредприятий. За счет ресурсов КНР в Беларуси уже реализовано 24 проекта почти на 4,5 миллиарда. Продолжается работа по другим крупным проектам. В числе самых значимых Белорусская Национальная Биотехнологическая корпорация, завод Белджи, объекты электроэнергетики. Проектное сотрудничество с Китаем обеспечило прирост ВВП на четверть за последние 6 лет. Важно, что мы планомерно реализовали переход от кредитов к прямым инвестициям. К уровню 2015 года китайские прямые инвестиции выросли почти в два раза. Особое место в отношениях наших стран занимает техника экономической помощи. По сути, это подарок китайского народа нам, белорусам. За 15 лет ее объем превысил полмиллиарда долларов в рамках 17 проектов. Построено социальное арендное жилье, студенческое общежитие, больница и другие объекты. В ближайшие три года за счет безвозмездной помощи возведем две спортивные жемчужины. Это национальный футбольный стадион и бассейн международного уровня. В республике прошла трилогия «Малой Родины». Это потрясающий по своей силе и энергетике проект позволил нам по-новому взглянуть на свою страну, на ее глубинку. Лидеры Белоруссии и Китая недавно договорились реализовать подобную инициативу и на межстрановом уровне. Три следующих года должны дать мощный импульс и конвертировать дружбу между нашими регионами и городами-побратимы в прорывной результат. Учитывая скорость и постоянные изменения, ношу предложение по комплексному пересмотру директивы президента номер пять о развитии отношений с Китаем. По сути, это дорожная карта нашего сотрудничества. Следующее предложение. Нам нужно ускорить заключение двухстороннего соглашения о торговле услугами и инвестициях. Его реализация позволит углубить сотрудничество в данных сферах. Логистика, особенно железнодорожные перевозки, образование и туризм, медицинские услуги, банки и финансы станут основными драйверами роста для двух стран. Новые маршруты движения товаров и инвестиций – основа китайской инициативы «Одного пояса, одного пути». В ее концепции обозначена траектория построения мирового сообщества единой судьбы и новые точки роста узловые территории. Великий камень – не просто свободная экономическая зона или логический терминал. Это, в первую очередь, одна из ключевых платформ нового шелка в пути и единственная в нашем регионе. Она является элементом глобального позиционирования нашей Белоруссии. И точкой опоры для Китая как территория ускоренного экономического роста и технологического развития. Политические договоренности и личное внимание лидеров наших стран к развитию индустриального парка позволили ему стать лучшей особой экономической зоной пояса и пути. Именно так в прошлом году его назвали эксперты Financial Times. Это международный, умный эко-город будущего на 10 тысяч человек с самыми передовыми производствами завтрашнего дня. Уже зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран с заявленным объемом инвестиций 1,2 миллиарда долларов. Почти за 6 лет в парк инвестировано 650 миллионов долларов. Суперконденсаторы, автокраны, лазерное оборудование, беспилотники, евро-6 двигатели и сверхмощные коробки передач, пилотная зона связи 5G и мультимодальный контейнерный терминал. Лишь несколько примеров реализуемых сейчас в парке проектов. Около половины предприятий Великого Камня приступили к деятельности. На предприятиях резидентах парка работают свыше тысячи человек, из них более 80% белорусы, наши люди. А средняя заработная плата составляет 2,5 тысячи рублей. Именно такие проекты составят основу экономики будущей Белоруссии. И мы высоко ценим участие в них в Китае. Как часто говорят наши партнеры, возможно все. На невозможное просто требуется больше времени. Спасибо. Спасибо, Александр Григорьевич. Слово предоставляется Доречкину Николаю Ивановичу, трактористу-машинисту Белыницкого сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Родина». В следующем выступит Роман Валек Александрович. Пожалуйста, Николай Иванович. Уважаемый товарищ президент, уважаемые участники высокого собрания, избрание меня делегатом Сибелорусско-народного собрания я расцениваю для себя как большую честь и как большую ответственность. Прознаюсь честно, мне намного легче работать за штурвалом комбайна, чем выступать здесь. Работаю более 30 лет Белынским СПК «Колхоз Родина». Центр хозяйства «Агрогородок Вишова». Это моя малая родина. На родной земле вместе со мной работают практически все труженики нашего СПК. Как в народе говорят, где родился, там и прогодился. Уважаемый Александр Григорьевич, от имени сельских тружеников хочу сказать вам большое крестьянское спасибо о заботе о сельском хозяйстве за то, что в нашей стране реализованы нужные и важные проекты по развитию села. В одном из своих выступлений вы отметили надо не только сохранить темпы по устройству быта сельчан, но и улучшить их. Положить в основу принцип отличный труд, отличные результаты работы, высокий доход хозяйства и, следовательно, высокая заработная оплата. Мы восприняли эти слова как руководство к действию. Наш коллектив неоднократно занимал образовые места в республиканских соревнованиях. Трижды нашему хозяйству объявлялась благодарность президента Республики Беларусь. Средняя заработная оплата в тысячу рублей это уже не новость для нашего коллектива. Например, у меня за прошлый год она составила более 2,5 тысяч рублей в месяц. Нам повезло, правление нашего СПК никогда не остается в стороне повседневных забот сельчан, так как понимают, что за каждым результатом стоит современная техника, технология, но в первую очередь за ним стоит человек. Готовим кадры уже со школьной скамьи, можно сказать, живем со школой одной жизнью. Колхоз платит стипендии отличникам учебы, укрепляет материально-техническую базу школы, направляем выпускников школы на учебу в высшее учебное заведение. На протяжении учебы платим им стипендии, а по возвращению колхоз создаем хорошие условия для трудового старта. В течение первых двух лет работы в хозяйстве за молодых специалистов оплачиваем проживание, коммунальные услуги. В виде подъемных выдаем ссуды в размере 2,5 тысяч рублей. Если молодой человек отрабатывает в колхозе пять лет, возвращать хозяйству этих денег не надо. Мы гордимся тем, что наша молодежь остается в нашем колхозе. средний возраст работника СПК 44 года, 36 тружениц хозяйства находятся в декретном отпуске. Значит, молодые семьи пускают корни на родной земле. Мы вступили в новую пятилетку в хорошем настроении, в желании им работать и добиваться новых успехов. На сегодняшний день мы уже на 100% подготовили к новому сезону кормозадавительную и зерноуборочную технику. Имеем мы и небольшой финансовый запас, который позволяет нам регулярно обновлять материальную базу хозяйства. Но все то, что мы имеем, это не подарок с небес. Мы имеем достаток от того, что хотим и умеем работать. Как жителю глубинки мне отрадно, что руководство страны уделяет большое внимание развитию малых городов. В 2020 году наш райцентр Белыничи принимал республиканский праздник День Белорусской Письменности. Празднику отремонтированы объекты здравоохранения, образования культуры, жилфонд. Наш районный центр прообразился, стал еще уютнее и краше. Развитие села, сельских территорий было бы невозможно без помощи государства. И мы благодарны стране за эту поддержку. Уважаемые делегаты собрания, общаясь со своими коллегами из других хозяйств республики, я вижу проблему недостатки кадров, закрепление молодежи на селе. Здесь я бы хотел обратиться к руководителям различных уровней, попросить их помнить, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Если не поддержать молодежь, не создать им на первых порах достойное слое для труда и отдыха, никакие прозывы и лозунги в селе не задержат. Им надо дать возможность работать и зарабатывать на достойную жизнь. Как механизатор с большим стажем хочу обратить внимание на рачительное использование земель. Сеять на земле надо то, что на ней вырастет, руководители хозяйства должны сами решать, что производить на своей земле, но, конечно, с учетом экономических интересов государства. Еще мне бы хотелось, чтобы наше правительство обратило внимание на руководителей сельхозорганизации, перерасмотрело размер пенсии для тех, кто отработал много лет должности председателя и внес большой вклад в развитие хозяйства. Дорогие Дорогие друзья, дорогие белорусы, как известно, у каждого человека, у каждой семьи есть своя мера счастья, но есть и общие ценности, это мир и покой. В это непростое для страны время, благодаря сильной власти, вместе мы смогли вернуть безопасность на улице, сохранить суверенность нашего государства. Я сегодня говорю от имени сельчан, они всегда были мудрыми людьми. Хочу заверить участнику собрания вас, уважаемый Александр Григорьевич, в том, что мы едины, все намеченное нами безусловно сбудется. Я от всей души желаю всем нам крепкого здоровья, добра, мира и благополучия нам и нашему государству. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Иванович, за ваше выступление. А сейчас выступит Олег Александрович Романов, первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Подготовится для выступления Карпович Наталья Александровна. Пожалуйста, Олег Александрович. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники Всебелорусского народного собрания, в течение трех последних десятилетий, прошедших со времени обретения независимости, белорусский народ смог создать зрелую государственность. В нашей стране существует политическая система, сочетающая признаки прямой и представительной демократии. Ярким примером подлинного народовластия является Всебелорусское народное собрание, общенациональный форум, занимающий особое место в системе современной белорусской государственности. Демократия в Республике Беларусь не является застывшей. Напротив, она эволюционирует и развивается в соответствии с тенденциями развития общества. В настоящее время, наряду с представительной демократии, особое значение приобретает демократия участия, активное выражение мнения граждан по различным вопросам жизни государства и общества. При этом используются различные инструменты. От обращения в государственные органы, до публикации в средствах массовой информации и дискуссий в сети интернет. Одним из перспективных способов реализации белорусской демократии участия стали диалоговые площадки, которые были проведены во всех, без исключения регионах нашей страны. На Гродничине ключевые диалоговые площадки прошли на базе нашего университета. Хочу особо подчеркнуть, организация проведения диалоговых площадок была проведена максимально открыто и демократично. В них могли принять участие все желающие. Полную информацию о предстоящей работе мы размещали в средствах на сайте Гродницкого областного исполнительного комитета была размещена вкладка «Гродницкий диалог 2020», где в режиме онлайн была представлена форма для регистрации кандидатуры и подачи заявки. В работе диалоговых площадок принимали участие представители различных политических сил, в том числе оппозиционных партий движений. Никаких препятствий к заявлению своей позиции они не имели. Принципиальное требование было одно – нацеленность на конструктивное решение общественно значимых проблем и наличие идей относительно их решения. Отдельно остановлюсь на концептуальной, содержательной стороне работы диалоговых площадок. Все они начинали свою работу с того, что констатировали идею о том, что прогрессивное развитие нашей страны возможно только через преемственность, через бережение того ценного, что накоплено нашим народом за годы и десятилетия его труда. Поэтому идея радикальной ломки по принципу «Весь прежний мир разрушен» на основании даже не высказывались. Все участники понимали их бесперспективность. Так, например, рассмотрение проблемы развития конституционного строя начали с постановки базового вопроса. Какая модель государства будет оптимальной для белорусского народа на данном этапе его развития? Мы сходили из того, что для политической культуры и менталитета белорусов характерно стремление к сильной государственной власти. Необходима сильная президентская власть обусловленная процессами трансформации глобального миропорядка, нарастанием нестабильности современного социума. В то же время государственная власть должна быть гибкой, быстро реагировать на возникающие вызовы и угрозы, иметь достаточно высокую степень свободы своих органов. Мы полагаем, что в наибольшей степени этим требованиям соответствует президентская республика, в которой президент является главой государства, верховным главнокомандующим и обладает полномочиями в наиболее значимых сферах государственной деятельности. Однако часть президентских прав и обязанностей может быть передана органам законодательно-исполнительной власти, что расширит их возможности как в плане самостоятельности принятия решений, так и в плане формирования кадрового потенциала своей деятельности. В той же логике осмысливались и вопросы совершенствования избирательной системы. Поступило предложение о переходе от мажоритарной к пропорциональной избирательной системе и опоре на политические партии в этом процессе. В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что такое решение было бы преждевременным. На сегодняшний день политические партии не имеют достаточного политического веса, поддержки избирателей и социальной базы для того, чтобы играть активную роль в законодательной деятельности нашей страны. Поэтому сегодня более важной задачей является активное развитие политических партий. Их превращение в действенную политическую силу, когда они смогут реально представлять большие группы и слои нашего общества. Достигнув такого уровня развития политических партий, возможно ставить вопрос о постепенном переходе к пропорциональной или смешанной избирательной системе. На площадках было предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в Конституцию Республики Беларусь, касающихся назначения на должность и освобождения на должности руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Было предложено разработать механизм избрания на должности руководителей данного уровня. Участники площадки высказали мнение, что такое решение могло бы повысить вовлеченность граждан в вопросы развития своего региона, усилить связь между гражданами и властью. С другой стороны, механизм прямого избрания глав местной власти чреват приходом на эти должности откровенных популистов, либо людей, ангажированных коммерческими интересами определенных групп. Так что вопрос этот, на мой взгляд, требует дополнительной проработки с учетом многих факторов. Сегодня уже можно утверждать, что диалоговые площадки стали эффективным способом коммуникации государства и гражданского общества, решения актуальных общественных проблем. Осуществляя свою деятельность на постоянной основе, а такое решение уже принято, они будут способствовать поступательному, прогрессивному развитию белорусского общества и государства. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Олег Александрович, спасибо за выступление. Слово предоставляется заместителю председателя Конституционного Суда Республики Беларусь Наталье Александровне Карпович. Следующей выступает Воскресенский Юрий Валерьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники Всебелорусского народного собрания, в диалоге о будущем нашей страны один из ключевых вопросов волнующих граждан – изменение в Конституцию. Основной закон нашего государства был принят 27 лет назад. Конституция закрепила суверенитет Беларуси, основу ее демократической и социальной правовой государственности, объявила человека высшей ценностью. Укрепление белорусского государства на протяжении почти трех десятилетий подтвердило верность этих ориентиров. Нельзя не отметить, что стабильность, неизменность норм Конституции очень важны, как стабильная основа жизни общества и каждого из нас. Однако это не исключает обсуждение вопроса о возможных конституционных преобразованиях. Процессы, которые сегодня идут в мире и внутри страны, требуют разработки конституционной модели, отвечающей вызовам эпохи, внесения в основной закон правок, необходимых для дальнейшего развития Беларуси. Уважаемые делегаты и приглашенные, президент Республики Беларусь аргументировал идею обновления Конституции для совершенствования механизмов народовластия, государственного управления, гарантии реализации прав и свобод граждан еще несколько лет назад. На первоначальном этапе внести предложение о таких правках было поручено Конституционному суду. Мы и сейчас активно участвуем в такой работе. Наш анализ показал, что в последнее время корректировки подверглись Конституции многих государств. Это означает, что во всем мире идет поиск баланса между идеалами демократии, прав человека, верховенства, права в соотношении с необходимостью обеспечения безопасности личности, сохранения национальной идентичности, защиты государственности. Однако, хочу особо обратить ваше внимание, что конкретные подходы к решению этих вопросов различны. Готового рецепта оптимальной модели изменения Конституции нет и быть не может. Отмечу лишь такую общую для всех стран тенденцию, как конституционная преемственность. Она проявляется в защите конституционных ценностей, сохранении основных государственных институтов. Таким образом, динамика конституционных преобразований в Беларуси должна отвечать современным вызовам. При этом важно сохранить непрерывность и поступательность развития страны, опираться на очевидные достижения. Так, белорусскому народу присущий гуманизм, стремление к справедливости, мирному решению разногласий. Дальнейшее конституционное развитие должно быть обеспечено на их основе. Важнейшей ценностью является суверенитет, независимость государства. Обеспечить их может сильная государственная власть, имеющая прочную связь с народом. Содержание конституционных правок также должно способствовать социальному прогрессу, модернизации общества на основе цифровизации достижений науки и техники. Как вам известно, и как сказал глава государства, сейчас кропотливая и ответственная работа по подготовке изменений в Конституцию продолжается. Приняты меры, чтобы ее должным образом организовать. Тризнанным в мире стандартом конституционных реформ является открытость обсуждения, плюрализм мнения. Многие из вас участвовали в работе диалоговых площадок. Они показали, что белорусы хотят упрочить правовую основу своей жизни и будущего своих детей, ожидают укрепления эффективности государства, поддерживают президентскую форму правления. Предложения о конституционных правках вносятся и в государственные органы. В Конституционный суд их поступило более 400 за последнее время. Позвольте также вам доложить, что особо активно неравнодушные граждане пользуются возможностью направить свои предложения о судьбе государства в адресе Белорусского собрания. Такая роль собрания отвечает исторической традиции нашего народа решать важнейшие вопросы сообща. Поддерживаем инициативу главы государства о придании Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа. Конституционный суд предложит вариант такой нормы основного закона. В выступлении президента в качестве ключевых направлений были также определены перераспределение полномочий между государственными органами, повышение роли местных органов власти, политических структур общества. Такие преобразования отвечают ожиданиям общества, но при этом они существенным образом повлияют на дальнейшее развитие политической сферы Беларуси. Поэтому важно взвешенно подойти к закреплению их в Конституции. Уважаемые участники Всебелорусского собрания, в документах экспертных международных организаций отмечается, что конституционные правки не должны приниматься на скорую руку для решения текущих политических проблем. И мы сегодня должны тщательно проработать, оценить стратегические правовые решения, которые касаются всех нас. Разработка изменений в Конституцию – объединяющий проект. Он призван укрепить доверие народа к государству, чувство конституционной сопричастности. Ведь верховенство Конституции связано не только с иерархией нормативных правовых актов, но и с утверждением в общественном сознании непререкаемого авторитета основного закона государства, который осознанно и добровольно соблюдается гражданами. Поддерживаю мнение о том, что наивысшая легитимация народам Беларуси изменений в Конституцию может быть обеспечена путем утверждения этих изменений на республиканском референдуме. Дорогие сограждане, желаю всем конструктивной и гражданской активности на благо развития общества и государства. Уверена, что нашими совместными усилиями будут последовательно притворяться в жизнь конституционные ценности, утверждаться конституционный правопорядок в Беларуси. Спасибо, Наталья Александровна, за выступление. Слово предоставляется директору информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Воскресенскому Юрию Валерьевичу. Попрошу подготовиться Шпаковского Александра Павловича. Пожалуйста, Юрий Валерьевич. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые делегаты Всебелорусского народного собрания, дорогие сограждане, все мы граждане Республики Беларусь. Здесь жили наши предки, живем мы и будут жить наши дети. Мы, белорусы, мирные люди, не потому что мы трусливы или не готовы защищать свою страну и свою родную землю. Мы мирные, потому что очень хорошо знаем цену войны. Войны, которая поломала судьбы целых поколений. В прошлом году мы столкнулись с вызовами, которые могли привести к кровавому развитию событий, к тому, что беда могла постучаться во многие наши дома. Я представляю здесь те политические силы, которые боролись за власть, активно участвовали в прошедшей выборной кампании, которые объединились для того, чтобы предложить иные пути развития нашей страны. Не все лидеры, которые примкнули к нам, были чисты на руку. Не все были готовы поступиться личными амбициями. Не все понимали, что будут делать с энергией переполненных и раскачанных эмоциями людей. Именно поэтому ситуация начала превращаться в хаос. Инициативу начали перехватывать радикально настроенные группировки и дискредитировавшие себя представители старой оппозиции. Увы, часть наших новых так называемых лидеров позорно сбежала, бросила, предала и фактически передала своих сторонников под управление анархистов, криминалитета, а местами, Иван Станиславович не даст соврать, и зарубежных спецслужб. К сожалению, среди них не нашлось людей и политических сил, которые смогли бы принять тяжелое и ответственное решение, признать свое поражение и остановиться. Не переходить красную линию предательства, выступая против своей страны, требуя введения санкций против отечественных предприятий, где работают не Лукашенко, а простые люди. Я представляю здесь те силы, которые не всегда согласны с политикой власти, которые хотят большего участия в политических процессах, которые имеют свое видение путей развития нашей страны, но при этом готовы брать на себя политическую и моральную ответственность, готовы к конструктивному диалогу за круглым столом. Я хочу всем процитировать Махатму Ганди, который сказал, «Мы не можем разрушить одну систему, не имея другой вместо нее. Мы не должны разрушать наше общество, нашу страну, у нас другой нет. Мы граждане Беларуси, рабочие учителя, медики, силовики, студенты, пенсионеры, чиновники, бизнесмены. Мы не покинули страну, не ищем поддержку Запада или Востока. В этой ситуации мы ищем поддержку белорусского народа. Нашли ее и верим, что сами можем разрешить возникшие разногласия мирным путем». Мы хотим уменьшить количество пострадавших от политического кризиса 2020 года, уберечь наших детей от повторения прошлогодних событий, от насилия на улицах наших городов. Мы хотим таких перемен, чтобы наши дети жили мирно и счастливо. Хотим построить стабильное и безопасное будущее для нашей страны, поэтому мы хотим ознакомить делегатов Всебелорусского народного собрания с нашими предложениями. Первый блок предложений – эволюция вместо революции, конституция вместо революции. Мы поддерживаем идею изменения конституции и других законодательных актов с целью их гуманизации и большей включенности граждан в общественные процессы. Тот, кто чувствует, что его голос услышан, тот, кто знает, что может влиять на судьбу государства, тот, кто чувствует свою принадлежность к стране, не станет ее разрушать. Мы собрали предложения граждан, провели круглые столы с экспертами и представителями партий и предлагаем увеличить полномочия парламента и перейти от суперпрезидентской формы власти к президентско-парламентской. Закрепить конституционный статус Белорусского народного собрания как гаранта преемственности власти в возможный транзитный период. Перейти к однополатному парламенту с пропорционально мажоритарной избирательной системой. Внедрить в систему электронного голосования технологии прямой цифровой демократии. Вынести вопрос отмены смертной казни на референдум, а до его проведения ввести мораторий на смертную казнь. Мы не будем озвучивать все поправки, их много, но готовы продолжить работу над ними в составе конституционной комиссии. Второй блок наших предложений – амнистия и примирение. Милосердие к тем, кто ошибся. Мы обращаемся к делегатам с просьбой поддержать принятие закона об амнистии, что станет символом политической перезагрузки, символом обновления политического и правового поля страны, важным действенным шагом со стороны власти по нормализации общественно-политической обстановки, шагом к подлинному народному единству. Принятие закона об амнистии в отношении белорусских граждан, раскаявшихся белорусских граждан, в отношении детей, девочек, отличниц, совершивших ошибку, будет способствовать поддержанию стабильности белорусского государства, восстановлению взаимного доверия и полноценному национальному диалогу. Наше обращение поддержали 54 тысячи граждан, проголосовавших за него в телеграм-канале и подписавших петицию об амнистии. Также, с учетом объявленного года народного единства, просим вернуть систему государственной подписки, печати и распространения «Комсомольскую правду» в Белоруссии и другие издания. Примирение требует обоюдных шагов, поэтому я призываю всех лидеров оппозиции отказаться от причинения ущерба гражданам и предприятиям, от санкционных списков, в облуждении дел в иностранных юрисдикциях и прочих попыток дискриминации и дискредитации Белоруссии, в том числе с помощью других стран. Мы призываем этих лидеров, которые, я уверен, сейчас наблюдают за нами, присоединиться, пока не поздно, к конструктивному диалогу и вместе искать способы сделать жизнь белорусского народа лучше. Наша позиция основана... Спасибо. ...на предложениях, которые были присланы в адрес круглого стола демократических сил. Эти предложения прошли экспертную оценку и обсуждение в ходе круглых столов и отражают мнение большой группы людей, заинтересованных в демократических переменах, но выступающих против революционных насильственных методов проведения. Друзья, в жизни каждой семьи бывают конфликты. Батька хочет так, а дети по-другому. Не согласны с ним, мать молчит, теща предлагает что-то свое. Бывают и спорят жарко в семье, а бывают даже дерутся. Нам нужно всем учиться цивилизованно жить вместе, договариваться, вести диалог, обсуждать проблемы. Ведь все хотят лучшего, чтобы хватало денег, чтобы на отдых съездить, чтобы у детей лучше сложилась жизнь. Нам здесь жить всем вместе. Ради развития и независимости нашей страны нам нужно примирение и единство. И в горящих глазах и пылких сердцах делегатов Всебелорусского народного собрания читается. Мы со всем справимся. У нас все получится. И последнее. Всегда кто-то из... Вчера кто-то из выступающих повеселил делегатов своими упреками в адрес России. Друзья, Россия за прошедшие годы оказала колоссальную помощь белорусскому народу и продолжает нам помогать. Считаю нужным рассмотреть вопрос о переименовании в честь России площади или проспекта белорусской столицы. Бангалор есть, а России нет. Мое мнение, это надо исправить. Спасибо за вашу теплоту и внимание. А вас, Александр Григорьевич, так как не было ранее возможности, хочу поблагодарить за высокое доверие, оказанное мне на круглом столе в следственном изоляторе в прошлом году. Большое спасибо. Спасибо, Юрий Валерьевич. Уважаемые коллеги, приглашаю для выступления директора информационно-просветительского учреждения актуальная концепция политолога Александра Павловича Шпаковского. Просьба подготовиться для выступления Гайдукевичу Олегу Сергеевичу. Товарищ президент, уважаемые участники, делегаты, гости Всебелорусского народного собрания, для меня, как и для всех ранее выступавших с этой трибуны, большая честь говорить перед вами и быть рядом с вами. Для начала пару слов в продолжении выступления коллеги Юрия Воскресенского. Ну, конечно же, я думаю, что здесь нет в зале людей, которые выступают за то, чтобы наши соотечественники, вне зависимости от того, что они совершили, находились в тюрьмах. Но всегда есть принцип неотвратимости наказания. И за свои поступки нужно нести ответственность, кем бы ты ни был в прошлой жизни. Кроме того, амнистия предполагает осознание человеком своего поступка и практические действия по устранению последствий причиненного вреда. Здесь уже упоминали предприятие «Амкадор». Там работает 26 тысяч человек. Мы же прекрасно понимаем, какие последствия несут наложенные санкции, к введению которых и к последствиям от которых привели действия многих из тех, кто сейчас не по нашей воле оказался в неприятном положении и в местах лишения свободы под арестом. Поэтому и к ним следовало бы обратиться, чтобы они подумали о последствиях своих действий не только для себя и для своих семей, но также для тех, кто по причине их поступков лишился, может быть, дохода, работы, возможности честно трудиться. Как, например, сотрудники Литовского санатория Беларусь в Друзкиненкае. Там граждане Литвы. Это резидент Литовской республики. Однако они сейчас не могут 300 человек получать зарплату, обеспечивать этим свои семьи. Но я хотел бы вернуться к той теме, которая мне ближе. Это политический контекст, это будущее политическое устройство нашей страны в свете тех вопросов, которые были подняты главой государства и предыдущими выступающими. Я думаю, что ни у кого нет сомнений в том, что в стране практически нет равнодушных граждан в отношении того, что произошло с нами в прошлом году. Политизация общества подтверждается социологическими исследованиями. На мой взгляд, это явление для Беларуси беспрецедентное. Конечно же, были и определенные внутренние предпосылки для этих событий, о которых уже здесь тоже говорилось, когда глава государства упоминал о безразличии некоторых чиновников, о растущем социальном неравенстве, о том, что есть определенные исторические закономерности, когда увеличение прослойки буржуазии приводит к тому, что она начинает претендовать на политическую власть, и с этой социальной стратой тоже надо работать. Но было и внешнее влияние. Я назову всего лишь пару цифр. Финансирование телеканала «Белсад», от которого зависят многие так называемые, в кавычках, «народные блогеры», которым поверили отдельные наши граждане, обходится бюджету Польши и Британии в 9 миллионов евро в год. Только в этом году, по признанию экс-кандидата Тихановской, им выделили 50 миллионов евро. Правда, не все, к счастью, дошли до активистов, потому что там, опять-таки, по ее же признанию, действует принцип «кто успел, тот и взял». Недавно правительство Германии объявило о том, что выделяется 21 миллион евро на поддержку процессов так называемой демократизации в Беларуси. Эту демократизацию мы с вами ощутили в полной мере на собственной судьбе и на судьбе наших родных и близких. Ведь нас тоже пытались запугать для того, чтобы мы не участвовали в данном собрании. В этой связи я вижу, как мне представляется, исходя из того, что услышал в выступлениях, в кулуарах, что люди готовы, в частности вы, разделить с главой государства ответственность за будущее страны на переходный период. Поэтому тоже от себя внесу предложение, которое уже звучало. Необходимо поддержать инициативу о придании конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Но, уважаемые коллеги, ответственность, полномочия – это еще и очень тяжелое бремя. Я никогда не забуду момент, когда президент в день похорон своей матери поехал сразу же, буквально после этих траурных мероприятий, полетел в Пакистан. Потому что туда нужно было продавать нашу сельскохозяйственную технику, наши трактора. Я считаю, что мы с вами должны быть готовы к таким поступкам. Если мы готовы, тогда надо голосовать «за». Если не готовы, ну, значит, надо подождать. Что касается закона о политических партиях, безусловно, это законодательство надо менять. Политические партии не воспринимают сообществом в качестве социального лифта. Их рейтинги в пределах статистической ошибки. Было озвучено от 3 до 6 процентов. Раньше было вообще от 1 до 3. По факту большинство этих политических партий не отвечают требованиям законодательства. Почему? Прогосударственные партии хронически бедные. Оппозиционные партии получают финансирование из-за рубежа. Мы должны предусмотреть бюджетное финансирование для политических партий, если мы будем вносить элементы пропорциональной системы в наш избирательный кодекс. И обязательный законодательный запрет, вплоть до пожизненного запрета заниматься политической деятельностью и уголовной ответственностью за получение зарубежного финансирования. Такие законы действуют в ряде зарубежных государств, в том числе флагмане демократии в Соединенных Штатах Америки. И я бы призвал не спешить с переходом к новой избирательной системе. Для начала необходимо подготовить почву. Должен быть и закон о политических партиях, и бюджетных финансирования, и национальная система грантов для гражданского общества. Я уже говорил о том, что многие так называемые блогеры и прочие информационные проекты, в которые поверили люди, по сути дела, это высокодоходные и высокооплачиваемые проекты политтехнологов, которые стоили десятки, а то и сотни тысяч долларов ежемесячно. Нам в ответ необходимо, конечно же, предоставить возможность тем людям, кристаллизация которых произошла снизу. Вот сейчас это патриотическое движение, которое возникло прошлой осенью, мы должны предоставить им возможность государственной поддержки, чтобы любая инициатива в рамках открытого конкурса, отвечающая целям государственной политики, нашла поддержку со стороны нашей Родины. И хотел бы сказать следующее. Я избран сюда делегатом от Минской городской организации «Беларусь». Уважаемые коллеги, «Белая Русь» на самом деле, я за ней наблюдаю давно, уже не та. Это не та номенклатурная структура. Сейчас, после того, что произошло в августе-сентябре, там остались только те люди, которые действительно верят в нашу страну и готовы строить политическое будущее. Я считаю, что «Белая Русь» созрела и перезрела для того, чтобы стать политической партией. Ну и, конечно же, в этом плане нам необходимо, меняя нашу Конституцию, избежать, как я говорю, застраховаться от нового Горбачева, застраховаться от дурака, избежать скатывания в олигархократию, как это произошло в ряде постсоветских государств, о чём тоже говорил президент, когда сильные мира сего, богатые, будут просто покупать эти партии, этих депутатов, а, соответственно, более обеспеченные, просто простой народ будут вытирать ноги. У нас тоже в стране есть уже элементы этого. Необходимо этого не допустить и предусмотреть, продумать такие законодательные механизмы, которые будут служить системой сдержек и противовесов от таких процессов. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание и давайте вместе укреплять, строить наше Отечество. Уже неоднократно звучало и от министра иностранных дел, и от молодого человека, представляющего металлургический завод из Жлобины. Люблю Беларусь! Спасибо, Александр Павлович. Слово предоставляется Олегу Сергеевичу Гайдукевичу, депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председателю Либерально-демократической партии Беларуси. Следующим выступит Севец Сергей Михайлович. Пожалуйста, Олег Сергеевич. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые делегаты 6-го Всебелорусского собрания, вот тут говорили об угрозах. Я горжусь, что я делегат. Я не чувствовал никогда страха, я чувствую гордость, что я сейчас здесь стою на этой трибуне и пронесу это через всю жизнь, я в этом уверен. В августе я не буду читать доклад, у меня был готов доклад на это высокое собрание, но после вчерашнего выступления президента, после того, как я послушал докладчиков, я хочу сказать, что у меня на душе и что в сердце, и прокомментировать некоторые вещи. Летом 2020 года мы увидели, что может быть, когда призывают политики решать судьбу страны на улице. Мы увидели, что может быть, когда призывают ненавидеть друг друга. Мы увидели, что может быть, когда лгут, ведь это ложь, что бывает мирная улица. Ее не бывает, нету. Это ложь, когда говорят, уберите правоохранительные органы, и кровь не будет литься, никто не пострадает. Но посмотрите по сторонам, во всех странах, где убрали правоохранительные органы с улицов, десятки, сотни погибших, кровью все залилось. Зачем так лгать? Кто виноват? Я отвечу. Отвечу те, кто еще до выборов, а об этом уже забыли, говорил, выборы нас не интересуют. Мы все быстро разберемся там, на улицах и площадях города Минск. Виноваты те, кто 26 лет получают финансирование. И я хочу прямо сейчас предложение, вот я поддержу Шпаковского. Мы имеем законодательство о том, чтобы политическая деятельность, финансируемая из-за рубежа, была запрещена. Но оно не работает, потому что они нигде не работают до сих пор. Кто-то трудовую книжку забыл в середине 90-х, а кто-то никогда ее не получал. Что это за профессия? Общественный активист. Такой профессии не существует. Вот общественные активисты, люди, которые выходили сюда. Вот комбайнер, который пашет с утра до вечера, он вышел на эту трибуну и что-то сказал. Вот что такое общественный активист. Нам нужно принятие закона об иностранных агентах. Он назрел, потому что в отношении страны идет открытое, неприкрытое вмешательство в наши дела и информационная война. Нам нужен этот закон, и это мировой опыт. Нам нужно при этом, помимо того, что мы жестко должны реагировать на внешнее вмешательство, мы должны развивать собственную политическую систему страны. Почему? На протяжении этих лет мы увидели, что если мы сами не развиваем политическую систему страны, то ее будут развивать за нас с помощью иностранных агентов и сил влияния. По-другому не бывает. Действительно нужен закон о политических партиях. Но я признаю и обращаюсь к Министерству юстиции. Ну проведите честную перерегистрацию. Ну уберите вы того, что не существует. Ну нету этих 15 партий. Ну оставьте столько, сколько есть. Кого мы боимся? Пусть лучше новые партии потом возникнут. Настоящие. Я считаю, что можно даже посмотреть и порог увеличить. Не тысяча человек, а больше. Пусть настоящая партия будет. Чтоб они были живые. С другой стороны, политические партии должны уметь брать на себя ответственность за судьбу страны. И я, как вариант, предлагаю давать им конкретные направления, должности. И пусть показывают, реализовывают. Это тоже общемировая практика. Александр Григорьевич, он у коммунистов. Есть возможность в Министерстве образования на что-то влиять. И мы готовы на любой участок работы. Значит, и делом показать. А если не справимся, так зачем нужна такая партия? Конкуренция в политическом поле важна и нужна. Но в основе всего должен быть патриотизм и любовь к родине. Недопустимо, чтобы политики призывали к санкциям. Это дикость. Я не представляю ни одной страны мира, где политики, которые говорят, что они отстаивают национальные интересы, требуют ввести санкции в отношении собственного народа. Где это возможно? Я был в России много раз, в других странах. В Государственной Думе 4 фракции. Но я не представляю, чтобы лидеры этих фракций приехали в Европу, кланялись, ползали по кабинетам, унижались и просили против своего народа ввести санкции. За это должна быть уголовная ответственность. Это еще одно мое предложение. Почему мы должны это прощать? Как можно, я скажу эмоционально, 26 лет занимать посты, должности, делать карьеру, получать квартиры, медали. Я скажу так, лизать, лизать, бегать, делать карьеру, а потом за один день забыть, предать и поменять свои взгляды. Это дикость. Поэтому и опираться надо на идеологию, на людей, которые во что-то верят. Потому что проблема этих событий, которые у нас произошли, еще и в безразличии ряда чиновников, скажу откровенно. Тех, кто никуда не пошли, а спрятались, как в свадьбе Малиновка, две шапки. Красный или белый сидит, ждет, решает свои вопросы. И с этим надо разбираться. Александр Николаевич, вы вчера очень правильно сказали о том, что мы не победили бюрократию и бумажки. Не победили. Это запрос людей, вы очень его тонко уловили. Надо разгрузить и учителей, и врачей, и другие профессии от отчетов, от бумаг. Это не требует бюджетных денег. И вы такое указание давали. Надо, чтобы везде это жестко исполняли. Решили это раз и навсегда и освободили людей. И последнее. Я много могу сказать, но хочу закончить про историческую память, потому что болит. Мой дед, мне повезло его увидеть. Он ветеран войны, подпольщик, ветеран. Мои дети его не увидели, две дочки мои, которые со мной живут. Они его не увидели, но я расскажу про него. Но знаете что? Если бы он сейчас был жив, я всегда думаю, о чем он сказал бы. Я думаю, что он бы заплакал, когда бы посмотрел, как в тех странах, которые учат нас демократии, сносят памятники и гордятся. Я читал, мы убрали на Украине последний памятник Ленину. Это гордость у них вызывает. Когда мы их освободили, они уничтожают наши могилы. Когда пишут, что полицаи это герои, мой бы дед заплакал вначале. Но потом, я знаю, он бы прошел по улицам Минска, прошел мимо нового музея Великой Отечественной войны. Посмотрел бы, как мы празднуем 9 мая. Он бы стоял в этом году вместе с нами, с нашим президентом, на этом параде, который мы одни провели. И гордился бы, что он находится в Беларуси. Вот это меня греет сегодня. И еще, я обращаюсь к Министерству иностранных дел. Мне очень понравилось вчера выступление министра. Вот так и надо жестко отставить свои национальные интересы. А знаете, что нас всех объединяет? И на этом я, наверное, закончу. Вот мы все разные, в разных политических взглядах. Коммунисты, либерал-демократы. Кто угодно, Белая Русь, но объединяет одно. Мы не предадим свою страну. Никогда не предадим. Я люблю Беларусь. Спасибо, Олег Сергеевич, за выступление. Сейчас выступит Сергей Михайлович Севец, председатель постоянной комиссии Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству. Прошу подготовиться Даниловича Вячеслава Викторовича. Пожалуйста, Сергей Михайлович. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники 6-го Всебелорусского народного собрания. За годы независимости в нашей стране сформирована национальная система законодательства, позволяющая комплексно и всесторонне регулировать весь спектр общественных отношений, складывающихся в экономической, политической, социальной и духовной сферах общества. Она включает в себя 2151 закон, 129 декретов, 11 285 указов, 33 631 постановление правительства, более 103 тысяч подзаконных правовых актов. В своей совокупности весь этот нормативный мотив является правовым фундаментом государственного устройства Республики Беларусь. Вместе с тем, нарастающая динамика социальных трансформаций и общественных отношений, обусловленная процессами регионализации, цифровизации, расширяющейся географией попыток наиболее мощных по своему экономическому и военному потенциалу стран мира перекроить карту и баланс сил на политической карте вызывает потребность оперативного законодательного реагирования на весь спектр геополитических потрясений, многочисленных угроз и вызовов государственному суверенитету, общественному правопорядку, охране и защите конституционных прав и свобод граждан нашей страны. Прежде всего, речь идет об обеспечении информационной безопасности государства, недопущении попыток противоправных посягательств на конституционный строй и политическую систему страны, противодействию деструктивному влиянию средств массовой информации и глобальных коммуникационных механизмов на экономическую, политическую и социальную ситуацию, а также развернутому беспрецедентному дипломатическому и санкционному давлению. То есть, всему тому, с чем столкнулись в последнее время и продолжают сталкиваться многие независимые государства, стремящиеся проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. К сожалению, в числе стран, подвергшихся этому неприкрытому агрессивному и враждебному прессингу, оказалась наша молодая республика. Правовым инструментарием, призванным не допустить, а в необходимых случаях эффективно купировать подобного рода угрозы, должны стать новацией в Конституцию, основной закон страны, в части закрепления информационного суверенитета на всей территории государства, а также разработкой и принятия отдельных законодательных актов, регламентирующих вопросы кибербезопасности и защиты информации, защиты частной жизни и персональных данных, совершенствования и оптимизации ответственности за совершение преступлений против государства, человека, его чести и достоинства, порядка управления, общественной безопасности. Практически осуществить эту работу предполагается в самое ближайшее время в рамках системного пересмотра кодексов по вопросам уголовной ответственности. Часть из уже обозначенных вопросов нашла свою правовую формализацию в новом кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях. Не менее важное значение и, внимание, должно быть уделено правовому сопровождению основных направлений социально-экономического развития нашей страны на ближайшее пятилетие. Проект программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы определяет четыре базовых приоритета в качестве стратегической задачи национального развития. Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство, партнер. Их всего четыре, но в своей совокупности они охватывают все без исключения стороны жизни как отдельно взятого человека, так и белорусского общества в целом. Залогом успешного решения такого масштабного комплекса задач и достижений намеченных целей является наличие актуального и эффективного законодательства, призванного динамично и поступательно развивать ключевые сферы общества, ориентированное на развитие человеческого капитала, а именно образование, здравоохранение, информационные технологии, инновации, инвестиции и другие. Причем исключительно важно добиться того, чтобы правовая норма не догоняла, а по возможности опережала динамику развития общественных отношений. Только в этом случае законодательные акты будут эффективными и стабильными регуляторами тех или иных социальных событий или явлений. И в этом аспекте ключевую определяющую роль и одновременно ответственность должны взять на себя парламентарии и иные субъекты нормотворческой деятельности. Сегодня в арсенале законодателей присутствуют такие мощные инструменты формирования правовой системы государства, как планирование нормотворческой деятельности, прогнозирование правовых, общественно-политических, финансово-экономических, социальных, криминологических и иных последствий принятия законодательных актов, публичное обсуждение правовых инициатив, инноваций, правовой мониторинг, правовой эксперимент и многое-многое другое. Все это в совокупности должно способствовать формированию и реализации эффективной правовой политики в целях создания условий для устойчивого развития белорусского общества и государства. И самое важное, никакая, даже абсолютно идеальная, сформулированная по всем канонам юридической техники норма права не станет эффективным регулятором складывающихся общественных отношений без формирования надлежащего уровня правовой культуры и правосознания у отдельно взятой личности. Любая правовая система основывается на принятых обществом ценностно-мировоззренческих императивах, соответствии которым определяет справедливость права. И наоборот, противоречие таким нормам порождает чувство несправедливости. В этой связи задачей государства в лице его уполномоченных органов является постоянное развитие правовой идеологии Республики Беларусь по таким стратегическим направлениям, как обеспечение государственного суверенитета и учета национальных интересов Беларуси на международной арене, защита традиционной семьи и противодействия вмешательству в базовой семейной ценности, недопущение ревизии истории героизации нацизма, расизма, а также иных античеловеческих идеологий, стимулирование активного социально-ответственного поведения личности и противодействия социальному иждивенчеству, формирование позитивного отношения к государству, к государственным служащим, а также иным лицам, несущим общественно-социальное служение. Уважаемые участники Всебелорусского народного собрания, нет никаких сомнений в том, что решения, выработанные в ходе его проведения, лягут в основу дальнейшего эволюционного развития белорусской государственности, создадут условия и предпосылки для формирования такой общественно-институциональной среды, в которой будут созданы наиболее благоприятные условия для полноценной самореализации личности, обеспечения социальной стабильности и прогресса в белорусском обществе. Но для этого нам потребуется максимальная консолидация усилий всех заинтересованных субъектов, начиная от уполномоченных государственных органов, представителей гражданского общества и заканчивая отдельно взятым гражданином. Только все вместе мы сможем и дальше поступательно укреплять и развивать наше молодое государство, эффективно противостоять новым вызовам и угрозам современности. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Сергей Михайлович. Приглашается для выступления ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Вячеслав Викторович Данилович. Подготовиться Лобановскому Антону Николаевичу. Пожалуйста, Вячеслав Викторович. Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники Высокого собрания. История – мощнейшее средство мобилизации чувства коллективной идентичности народа. Которая способна в равной степени выступать орудием как интеграции созидания, так и раскола общества. В мировоззренческой основе формирования личности, ее гражданских и патриотических качеств, лежит прежде всего историческая память, способствующая формированию культуры, традиций и духовного мира, определяющих самоидентификацию народа. Разрушение этих основополагающих скреп, искажение идентификационной исторической основы приводит к деградации и распаду нации. Однако многие лидеры современных государств пренебрегают этой закономерностью и, как не раз это было в истории, ведут свои народы и державы к краху. В связи с этим для нас, исследователей, очень важно и ценно, что власть нашей страны никогда не указывала историкам, что и как им надо писать, что превозносить, что очернять или замалчивать. Более того, на встрече с белорусской научной общественностью в 2014 году, говоря об исторической науке, вы, уважаемый Александр Григорьевич, сказали предельно ясно, задача одна – дайте нам объективную картину исторического прошлого. Объективность – это основополагающий принцип исторической науки, который подразумевает недопустимость, искажение и фальсификации фактов и событий. Вместе с тем они могут интерпретироваться по-разному, исходя из их влияния на жизнь и развитие того или иного народа. Поэтому мы, белорусы, должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое, который должен способствовать консолидации общества, воспитанию патриотических и гражданских качеств подрастающего поколения, служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия, являться иммунитетом против чуждых идеалов и ценностей. Это особенно актуально в условиях информационных и гибридных войн. Благодаря поддержке государства у нас многое делается для сохранения исторической памяти. Восстанавливаются памятники историко-культурного наследия, создаются художественные произведения и фильмы. Особенно важно то, что целенаправленно проводятся объективные научные исследования исторических процессов. Академические ученые-историки совместно с коллегами из вузов разработали национальную концепцию истории Беларуси. В ее основу положена идея неразрывности исторического процесса становления и развития белорусского этноса, формирования его государственности. Именно достижение отечественной науки – прочная основа для успешной организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования, сохранения исторической памяти белорусской нации и укрепления белорусской государственности. Однако, к сожалению, деструктивные силы продолжают целенаправленную работу по нагнетанию противостояния в обществе, используя искажения и фальсификацию исторических фактов и событий, акцентируя внимание на негативных страницах истории, игнорируя огромную созидательную работу белорусского народа. Более того, целый ряд новоявленных публицистов и псевдоисториков стремятся не просто наковырять негативных фактов и фактиков, а опорочить историю. Каждый присутствующий в этом зале должен понимать, что это не отвлеченная история. Это история наших прадедов, дедов и отцов. Это наша история. И позволять фальсифицировать и искажать нашу историю – значит плюнуть в собственную душу, разрушить связующую нить поколений. Если раньше откровенные фейки озвучивались публицистами или отдельными политиками, то теперь ложь открыто легализируют на межгосударственном уровне. Так, в июле 2009 года парламентская ассамблея БСЕ сделала 23 августа – день подписания пакта Риббентропа-Молотова – днем памяти жертв нацизма и сталинизма. Кем, вы думаете, был предложен проект этой резолюции? Литво и Словении, где проходят марши ветеранов вермахта и СССР. А 19 сентября 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой назвал германо-советский договор о ненападении 1939 года причиной начала Второй мировой войны. Более того, предпринимаются шаги, чтобы признать вступление советских войск на территорию Западной Беларуси и Западной Украины в сентябре 1939 года актом агрессии. На самом деле это был акт исторической справедливости в отношении белорусского и украинского народов, которые восстановили свое единство и территориальную целостность. Для нас, белорусов, другая трактовка неприемлема. Сейчас, как известно, активно обсуждается вопрос учреждения Дня Народного Единства. Считаю, что уже давно назрела необходимость придать статус такого дня, например, 17 сентября, когда начался процесс воссоединения нашего народа. Или 14 ноября, когда в 1939 году Верховный Совет БССР принял решение о включении в состав Республики Западной Беларуси, а также установить в Минске памятник воссоединению белорусского народа. Важнейшей составляющей противостояния фальсификаторам является сохранение исторической памяти о событиях Второй мировой и Великой Отечественных войн, которые оставили глубокий след в истории белорусского народа. В том числе крайне важно доносить до широкой общественности правду об использовании пособниками нацистов бело-красно-белого флага. А ведь уже дошло до того, что США и Украина голосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, которая была принята по инициативе России 16 декабря 2020 года. Нам нельзя позволить забыть роль истинных зачинщиков мировой бойни, тех, кто потворствовал ее развязыванию, допустить пересмотр итогов Великой Победы и забвения подвига наших предков. Важно, чтобы подрастающие поколения знали правду о той страшной мировой войне и роли предков, несших решающий вклад в Великую Победу во имя мира на земле. Безусловно, в современных сложнейших геополитических условиях сохранение исторической памяти требует постоянной и целенаправленной работы всех государственных институтов, системы образования, средств массовой информации и законодательной поддержки. Представляется целесообразным ввести в Конституцию понятие «национальное достоинство», которое включает в себя гордость за свой народ, любовь к его культуре и традициям, уважение государственной символике, а также закрепить норму, что оскорбление национального достоинства преследуется по закону. Уважаемые участники Высокого Собрания, сограждане, от всех нас, от нашей общей принципиальной позиции, сегодня зависит, сможет ли Беларусь отстоять свой суверенитет, сможем ли мы сами решать свою судьбу, или за нас это будут делать зарубежные агенты влияния. Поэтому в год народного единства наш общий священный долг сплотиться и сохранить Беларусь для наших потомков. Благодарю за внимание. Спасибо, Вячеслав Викторович. Слово для выступления предоставляется учителю беларуского языка и литературы Межисецкой средней школы Могилевского района Лобановскому Антону Николаевичу. Следующим выступит Макаревич Егор Андреевич. Пожалуйста, Антон Николаевич. Дякую. Поважанный Александр Егорович, поважанные уделники Сходу, я пачну свое выступление со слова «патриот». Что значит быть патриотом своей краины? Любить, поважать, ценить. Так. Але самое главное – треба еще что-то робить. Робить конкретное, докладное. Мне пошанцевало в жизни. Я народился в Весце, в Колгасе. И в этом вельми ганаруся. За пошними часами слово «калгасник» стало гучать нейкобразливо. Але, дякуючи таким, як мой дед, мой батька, моя суседі, мы маем на столе хлеб, маем и до хлеба. Упевнены. Упевнены, што чалавеку спачатку необходно усвядомить значэнне і ролью тых мястін, дзе он радзіўся і выраз. Што як неродная мова допамагае адчуць сябе частінкой гістуры і культуры сваго народа. Мы развіваем гэта багацця, якое досталося нам адпродкаў. Я вязковы настаўнік беларускай мовы і літературы. Мовы, якая гучыць ў кожным куточку Беларусі. Вельмі важна не толькі даністі свае веды, але ішчы і перадаць, прывіць любоў да айчыны сваім вучнім. Мае ўрокі – гэта мая любімая працца. І для мяне, для кожнага шчырага настаўніка вельмі важна, які жыцьёвы шлях выберуць вучні. Школа ніколі не здымала і не здымаясь сябе ролю адказны, як занавучанне, так і выхаванне маладога пакаленні. Але, нажаль, віртуальная прастора адрывая частку нашай молодзі ад сапраудных каштонасті і традицій беларускага народу. Тому сёння, на першы план, выходзіць выхаваўчы патанціал школы, што значна змія і функціў настаўніка. Роля настаўніка, сваім асабістым прыкладам за класці ў душу вучніў шастінку ўлюбові і павагі да свае ачыны. Прывіць жаданне жыць і працаваць на сваёй зямлі. Настаўнік – гэта той чалавек, які даказывая сваўю любоў да радзімы сваімі справамі і учынкамі. Зварот дэ гісторы і культуры – гэта шлях да сэрца ёных беларусу. Для таго, каб мець будучыню, трэба памятаць прамінулае, кажа нам сучасныя. Йось падзеў, які не падуладна часу. Я за давальненім бачу, якое моцне ўражыне пакідае знайомства в учніў створамі беларускіх пісьменніку пра гераїзм нашага народа ў вялікая чынны вайне. Дякуючы дзержавны палітацы ў нашай краіні ёось махчымысь праводзіць такія ўрокі і па за межамі школы. Я маю на увазі музеі, выставы, помнікі культуры, захаваць пераўнаць пакалэнню, цікавыць падлэтку да сваёй гераічный гісторы, да памагае ў дзел молодзі ў пошуковай працы. Паважан Александр Игорович, дазвольце перадаць вам просьбу Могилёвска гісторыко-патриотычнага пошуковага клубу Вікру і папрасіць разглядзіць пытанне абдазволі грамадскім пошуковым ферамараваннім з ўделым молодзім вести самастойна разведывальнае і пошуковай работы. Насёння раскопками мае права займацца толькі 50-другі батальйон Міністерства обароны Рэспубліки Беларусь. Самастойна дакрануться до гераічнага минулага, гэта шлях развіцця асобы грамадзяніна і абаронца сваёй країны. Не навязываць, а абуджаць і выховуваць пачутцё любові да сваёй айчыны, дапамыгая на Могилёвшыні таксама реалізація праекту з хэштэгам «Моя зямля Праднепров'я». Гісторія насельных пунктів і людзей стала асновы стварэння інтерактивный карты гісторіі пасаправднаму славуты Праднепровщины. Навядыванні знаковых мястін регіону, промысловых прадпраємству, аб'єкту аграрно-прамысловага комплексу, спрыяя усвядомленному выбору новучэнцамі будучу професію, залогу становлэння мастра-професіонала сваёй справы. Досягненні країны ва ўсіх сферах жыцця, працовныя поспіхі тых, хто побач, ствараюць реальныя умовы для актывный грамадзянскай пазіцій. Аднак маладоя пакалэння змяняецца. І каб молодць была ресурсам грамадзка дзяжавнага развіцця, трэба павялічыць мэтывацію іх ідэй, які адказываюць шляху развіцця нашай країны. Мы, настаўнікі, разумеем, што уменні выховуваць лідара, які будзе знаходзіцца ў авангарзі і працываць ў команде, вылучаць стваральныя ідея для дзяржавы і нести за іх адказнаць, махчыма толькі ваўзаимадзеяні с сямьёй, і іншымі інстытутамі, які стварны ў країні дзякуючы дзяжавны палітацы. Падтрымка на розных узроўніх, мінавіта такіх лідараў, будзе вельмі каштоўныў уздясненні вялікіх справ молодзі, для развіця суверэнной Беларусі. Паважанныя спадарства, выказываю велікую удзяшныць за працставленную мне махчымаць данесці свае думкі і адчуванні на сябарускім сходзі. Я ўпэўненны ў тым, што на праце я хавару і я раблю. Кабы ўплённы вынік адсумленной праце, мы павінны яшчы больш аб'яднацца. Толькі прыг этой умове мы зможым выхаваць пакаленні молодых людзей, гатовы худзельнічыць ўбудавніццы сваёй краіны, дорогой Рэспублікі Беларусь. Дзякуй за увагу. Антон Николаевич, спасіма за выступление. Для выступления прыглашаюцца Макаревич Егор Андреевич, працедателем молодёжного парламента при национальном сабранні Рэспублікі Беларусь. Пажаласы, Егор Андреевич. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые делегаты, гости и приглашённые 6-го Всебелорусского народного собрания. Для меня большая честь выступать здесь, с этой трибуны, как для тех молодых людей, которые уже высказали свою позицию. Молодёжь – движущая сила общества. Однако подверженность внешнему влиянию и юношеский максимализм нередко толкают молодых людей в эпицентр деструктивных политических событий. Белорусская молодёжь – не исключение. Как показали события прошлого года, поддавшись влиянию изощрённых политтехнологий, некоторые молодые люди, выросшие в абсолютно тепличных условиях, решили добиваться изменений способами, которые сложно назвать цивилизованными. Сегодня, когда в обществе спал градус политического накала, мы увидели, что осознание тупиковости навязанного пути ко многим уже пришло. Реальное большинство молодых людей осознаёт, что Беларусь – страна возможностей, в которой добиться успеха может абсолютно каждый. Можно мечтать о прекрасном далёком, так усердно рисуемом нам «доброжелателями» в кавычках, кричать о том, что кто-то кого-то не видит, не слышит, а можно ответственность за собственную жизнь и страну взять в свои руки, создавать каждодневным трудом то будущее, в котором хочется жить. Именно эта позиция прозвучала на региональных молодёжных форумах «Беларуси-то мы». Десятки тысяч молодых людей выступили за сохранение и приумножение тех достижений, которые есть в Беларуси. Это и наш молодой медик из Гомеля, не предавший принципы профессии, и начинающий педагог из Минска, который подвергся травле, но остался верным своим убеждениям, и многие другие. Мне, как и миллионам молодых беларусов, близок путь созидания, а не разрушения. Уважаемые делегаты, в то же время, если мы хотим приумножить те достижения, которые есть в Беларуси в долгосрочной перспективе, нам необходимо скорректировать свои подходы по ряду направлений молодёжной политики. На мой взгляд, молодёжь должна научиться строить партнёрские взаимоотношения с властью, не ждать от неё готовых решений, а предлагать конкретные действия путём поиска конструктивных форм проявления своей активности. Например, молодёжное парламентское движение. Идея его создания принадлежит самой молодёжи. Она успешно реализуется в нашей стране без малого 15 лет. В Беларуси функционирует свыше 60 молодёжных парламентских структур – областных, районных, городских. В прошлом году создан молодёжный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. И этот консультативный орган активно включился в общественно-политическую жизнь страны, встречи с молодёжью, участие в разработке законопроектов, инициирование работы общественных приёмных на постоянной основе, проведение молодёжных форумов, поддержку мира и спокойствия в Республике Беларусь, поиск и работа с молодыми лидерами мнений, развитие международного сотрудничества с органами молодёжного парламентаризма на треках СНГ и ЕАЭС. Уже сегодня мы говорим о взаимодействии с нашими коллегами из Российской Федерации, Узбекистана, Армении, также ряда международных молодёжных парламентских структур. Мы активно транслируем своё мнение для наших коллег в Европе. Однако нам, к сожалению, не всегда удаётся донести это мнение, потому что там тоже не всегда готовы слышать объективный взгляд молодёжи на события в Беларуси. Сегодня Молодёжный парламент при Национальном собрании занимается вопросом запуска новой молодёжной общественной организации, которая ставит своей целью объединить молодых людей, вовлечённых в молодёжное парламентское движение. На наш взгляд в этом есть большой потенциал. Это лишь небольшой пример того, что патриотическая настроенная часть молодёжи может сделать на благо своей страны. В то же время нам необходимо уйти от излишнего государственного патернализма в отношении к молодому поколению. Ведь молодёжь – равноправная часть общества, не только с правами, но и обязанностями. Как и прежде, в этом вопросе ставку необходимо делать на молодых профессионалов, людей не слова, а дела, готовых принимать решения, а не отсиживаться в сложное время. И мы видели за этой трибунной таких людей. Мы должны не назначать человека лидером, а выявлять таковых в силу личных качеств, и лишь затем формализовать их статус. Эффективным механизмом в этом вопросе может стать запуск национального проекта «Команда будущего», своеобразного конкурса, задачей которого является поиск перспективных лидеров со всех уголков страны. Он предполагает обучение через наставничество, более опытных руководителей, стажировки и последующее продвижение финалистов на ответственные позиции. Этот проект находится на финальной стадии подготовки, и в ближайшее время мы его запустим. Наше поколение должно подойти к испытаниям времени, объединившись, и самое главное, с общим видением образа Беларуси будущего. В этом вопросе важно уделить внимание поддержке прогосударственных некоммерческих организаций, а также частных инициатив, направленных на решение местных вопросов. Сделать это можно посредством системы грантов. С этой трибуны об этом уже говорили, и я хочу еще раз подчеркнуть, что это крайне важная инициатива. Сегодня она находится в стадии проработки и, на самом деле, возможно, заработает в 2021 году. Уверен, что благодаря такой поддержке нам удастся направить возросшую общественную активность в конструктивное русло, увидеть новых лидеров мнений и услышать их предложения и взгляды. В завершении своего выступления хочу еще раз отметить, что за четверть века в нашей стране выросло поколение, рожденное в независимой Беларуси. Мы осознаем, что, потеряв преемственность, мы потеряем будущее. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите выразить вам слова признательности за поддержку молодого поколения беларусов и заверить, мы не позволим никому и никогда разрушить труды и старания предыдущих поколений. И в этом вопросе мы настроены решительно и готовы идти до конца. Беларусь – наша страна, и мы сделаем все, чтобы ее сохранить. Спасибо. Спасибо, Егор Андреевич. Уважаемые участники собрания, в президиум собрания поступают просьбы о выступлении из зала. Хочу напомнить, что регламент для выступления установлен три минуты. Слово от микрофона номер четыре предоставляется Рачковскому Сергею Васильевичу, председателю Республиканской общественного объединения «Патриоты Беларуси». Следующим выступит Голиков Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, прошу подготовиться, подойти вас к микрофону. Номер один. Добрый день, уважаемые участники Всеволорусского народного собрания. Меня зовут Сергей Рачковский, я председатель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси». Я в этом зале представляю, вместе со своими коллегами, интересы тех людей, которые в нужный момент не стали отмалчиваться в уютных квартирах, а побежали в магазины за государственными флагами, чтобы отстоять свой выбор. События прошедшего года остро сформулировали запрос на патриотизм в обществе. Давайте определим, что такое патриотизм. В самом широком понимании это любовь к родине. Но давайте-ка вспомним, мы ничего не забыли, а? Патриотизм всегда был движущей силой объединения народов и защиты от внешних посягательств. Так что же случилось в 20-м году? Что случилось с нами? Многие скажут, так стеклись обстоятельства, было вложено много денег, кто-то работал против нас, возможно, не будут правы. Ну так давайте спросим у наших западных соседей, сколько было этих денег. И мы узнаем цену нашему патриотизму. Мы узнаем цену нашей любви к родине. Но сейчас важен не этот вопрос, важен вопрос немножко другой. Скажите, почему наш патриотизм проявился только после 16 августа 20-го года, когда президент позвал всех на митинг? Где он был до этого момента? Под каким слоем пыли он хранился? Где были наши все организации, созданные на благо Отечества, на благо народа? Где были профсоюзы и многие другие, кто гордо называл себя патриотами? Этими словами я не хочу никого оскорбить. Этими словами я хочу вас призвать задуматься и ответить на вопрос самим себе. В 48-м году БССР приняло резолюцию о правах человека. Всеобщую декларацию ООН о правах человека, прошу прощения. После распада конституции наших стран создавались в соответствии с этой декларацией. И для того, чтобы максимально учитывать верховенство прав человека. Это важный и нужный принцип. Но давайте подумаем, к чему это привело. Всеобщая диктатура личности. Я должен, я имею право, мне обязаны, вы мне должны. И самый ужасный принцип – моя хата с краю. Один известный политик сказал, не думай о том, что ты можешь сделать для государства. Подумай, прошу прощения, не думай о том, что государство может делать для тебя. Подумай о том, что ты можешь сделать для государства. Государство обязано работать на пользу людей. Но и люди обязаны действовать в интересах и на пользу государства. К сожалению, белорусы зачастую боятся общаться с государством в лице чиновников. и причина в отсутствии нормального взаимодействия. Скажите, кто из вас знает депутата своего местного совета? Слава Богу, что в этом зале собрались такие люди. К сожалению, в населении это мало кто. Разрешите? Минутку. Сами чиновники зачастую боятся идти к людям. Проездив с автопробегами по всей Беларуси, мы встретились с массой профессионалов, с массой людей, которые горят и хотят помочь населению. Но встретили массу людей, которые боятся брать на себя ответственность, не выполняя свои обязательства, в том числе и лгут. Известно, что большой патриотизм начинается с малого. С любви к родине, с помощью окружающим, с уважением стариков, с помощью женщин с тяжелыми сумками. Куда это делось? Сергей Васильевич, Ваше время и стекло. Слово от микрофона номер один предоставляется Голикову Алексею Алексеевичу, блогеру. Следующим выступит Симоненко Петр Николаевич. Микрофон номер два. Президент просил был честным, поэтому отказать президенту не могу. Аллегория. У меня есть сын, ему 17 лет. Зимой 2020 года я уехал в Минск на сессию. В три часа ночи у меня зазвонил телефон. Доброй ночи, инспектор ГАИ. Ваш сын не подчинился законному требованию остановиться, уходил от преследования, повредил автомобиль, задержан, передан матери. Инспектор, спасибо, что уберегли сына от возможного ДТП с участием пешеходов. Дома сын получил в область ниже спины. Сильно. Кричал. Жена из Сирила. Ей была тоже озвучена благодарность за ответственное хранение ключей от машины. За все совершенное не мною перед государством пришлось ответить мне. Я заплатил штраф из своего кармана. Сын получил... Я заплатил штраф из своего кармана. Починил машину, но пострадал бюджет семьи. Кому-то не купили новые ботинки, кому-то кофточку. Перед женой я остался виноватым. Плохо воспитал сына. Для сына я деспот. Я применил насилие. 9, 10, 11 августа белорусский сын без прав захотел порулить страной. Хорошо, силовики остановили. Сын получил в область спины. Визжал на весь белый свет и всему миру показал синий зад. За проделки белорусского сына заплатил белорусский батька. Вели санкции, лишили чемпионата. Кто-то не заработал на гостиницах, кто-то на других услугах. Поврежденную машину за бюджет страны починили. Два извечных вопроса. Что делать и кто виноват? Виноват бесспорно я. Но чует мое сердце. Скоро сын пойдет в армию. А жена уже пошла на работу. Аллегория намек. Добрый молод самурок. Александр Григорьевич, делегаты и приглашенные. Являясь представителем поколения, которому, как сказал президент, вскоре предстоит принять нелегкую ношу государственного управления, желаю выразить гражданскую позицию, слова благодарности президенту страны за его преданность интересам белорусского народа, стойкость перед агрессией извне и изнутри и теплый прием делегатов. Разделяя приоритет государственности и независимости Беларуси, мне приходится слышать мнение о юридической и смысловой сомнительности Всебелорусского народного собрания. О том, что данное собрание является фарсом не народных, а назначенных делегатов. О том, что собрание не является диалогом и инструментом достижения согласия, единения белорусского народа, действующей власти и беглой оппозиции. На собрании все голосуют только за, а иное оппозиционное альтернативное мнение не представлено. Мне же Белорусское народное собрание видится именно диалоговой площадкой, правда, не между противоборствующими политическими субъектами, а диалогом между народным запросом белорусов и приоритетами выбора, удовлетворением того самого общественного запроса. Считаю изложенное президентом в накладе квинтэссенцией, полностью описывающей порядок вещей, положение Беларуси, приоритетность социального государства, основанного на христианских ценностях. Лично для меня не поддержать президента и позицию значит предать сначала весь белорусский народ государству и президента. Убежден, повальное большинство присутствующих разделяют позицию президента, но просто разделять мало. Нужно действовать спокойно, взвешенно, эффективно. Глубоко убежден в силе слова. Вначале было слово. Исходя из изложенного, считаю необходимым наращивать в средствах массовой коммуникации распространение взглядов и приоритетов, изложенных президентом в докладе. В их основе христианские ценности. Возлюби ближнего своего, как самого себя и почитай отца и мать. Президент велосипед не изобрел. Он призвал задуматься и, скажу народной пословицей, не лезь попередь батьки в пекло. Хотя дорогу он не преградил. Право выбора сломать голову остается у каждого. Главное, чтобы это было его голова, а не голова его ближнего. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слово от микрофона номер два предоставляется Симоненко Петру Николаевичу, руководителю фракции Коммунистической партии Украины в Верховной Раде со второго по седьмой созывы. Следующий выступит Жиган Ивана. Вельмашановный Александр Григорьевич, дорогие товарищи и друзья, я второй день с глубоким вниманием и думами об Украине слушал ответственный разговор от механизатора, рабочего, учителя и врача до главы государства о будущем Беларуси. Вы знаете, я вместе с вами переживал, потому что понимал, что вами движет желание, чтобы Беларусь была процветающая, чтобы народ был счастливым. И я как коммунист хочу вам пожелать следующее. Дай Бог вам мудрости, дай Бог вам мужества, дай Бог вам ответственности, дай Бог вам единства в действиях, что вы написали, как один из первых главных условий выполнения этой программы, именно единства в действиях, чтобы народ поверил делам и по делам судил каждого из нас. И я быть хочу участником этого процесса, чтобы дружество и братство между нашими народами по-настоящему сделало и вернуло понятие сестры. Россия, Беларусь и Украина. Я сожалею, что сегодня безумство, основанное на беспамятстве украинского народа, оторвало сестру и сестру Украину от сестер Беларуси и России. Это беспамятство привело к тому, что народ Украины выбросила эта демократическая Европа на окружную Европы и сделала той страной, в которой они решают свои задачи за счет крови и пота нашего народа. Мы, как родители, всегда говорим своим детям, учись на ошибках чужих. И я хочу, чтобы услышал меня сегодня белорусский народ и понял, почему я сейчас прошу вас, научитесь на ошибках, совершенных, к сожалению, в Украине и при участии украинского народа. Вы поставили задачи уникальные перед собой – благополучие белорусского народа и процветание родной страны. Вы сегодня говорили об удивительных вещах, как вы думаете это достичь. Но я хочу, чтобы белорусский народ понимал, то, что было у вас в прошлом году, это только цветочки. И никто из нас сегодня не должен забывать о том, что враги независимости и суверенитета Белоруссии оставят вас в покое. Не оставят, потому что у вас путь избран для народа Белоруссии, а не для тех, кто в усладу своим интересам пытается использовать народ для того, чтобы обогащались другие. Я хотел бы, чтобы белорусский народ услышал, что слово «приватизация» – это не благо, это эффективность ворове жуликов, которые приходят на собственность, созданную нашим народом, созданную историей нашими дедами и прадедами. Через уничтожение этой собственности уничтожается государственность и государство. Порождаются те, кто становится космополитами, и для них главное нули в глазах, а не жизнь нашего народа. Я многое хотел бы сказать, но я еще раз хочу две фразы произнести, чтобы услышали меня белорусские наши товарищи. У нас уже договорились депутаты в парламенте до того, что женщин Украины надо стерилизовать, потому что в бедной семье женщина не должна рожать детей, которые якобы будут не теми, которые нужны Украине. В парламенте Украины говорят о стерилизации женщины. Я хочу здесь последнюю фразу произнести. Я думаю, вы меня сейчас услышите. В обращении Христа в Нагорной проповеди есть удивительные слова, которые мы, каждый сегодня, думая о будущем, должны для себя жить этой заповедью. Не продавайте святыни псам. Вот это должно сегодня каждым из нас двигать, что мы в единстве действий, мы сделали процветающей Беларуси. А я хочу, чтобы и Украина была той, которой будут именно гордиться белорусский народ, как Украиной, в которой живут друзья, братья и товарищи, готовые вместе в нашей совместной истории новые верши дела и новые отношения строить во имя и во благо. Александр Ильич, вам добра, счастья и успехов. Успехов и достижений белорусскому народу. Я искренне этого хочу вам пожелать. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Петр Николаевич. Слово от микрофона номер два предоставляется Джиган Иване, председателю общества сербско-русско-белорусской дружбы, югославской и сербской актрисы, театра и кино. Пожалуйста. Следующим выступит Мачанский. Уважаемый президент, дорогие белорусы, я из Сербии, а мы в Сербии очень хорошо понимаем слово «себры». Дорогие наши сибры, АПЛОДИСМЕНТЫ Доброго вам крепкого здравия. Я с этим не начинаю случайно. А зная, что я, находясь здесь, нахожусь на первом форпосте обороны всех человеческих ценностей, которые вообще являются основой человеческого психофизического здоровья. Луч блестит в темноте. И не думайте только о официальной политике многих стран западных. На все более темных процессах в Европе, в мире, все более видна ваша героическая борьба в центре Европы, на самом тяжелом геостратегическом направлении, как и мы, сербы, это понимаем, такое положение. Но я хочу прежде всего, как человек искусства, который направил все свои силы, обратиться к молодежи. Я знаю, что им тяжелее всего, потому что сегодняшний враг, он настолько хитрый, ловкий, он не нападает только извне, он через планшеты, через компьютеры нападает молодого человека извнутри. Он не нападает только тела, как раньше, он нападает их душу. И поэтому я хочу сказать, наши эти самолеты, которые бомбили Сербию, они символически были невидимки. И уран обедненный, который опаснее каждого вируса, о котором сейчас говорят, тоже был невидим. Но эти бомбы, они нас не бомбили человеческими правами, я хочу это сказать молодежи, это были настоящие бомбы. И этими настоящими бомбами они высказали свое искреннее отношение к православным и славянским народам. Слава Богу и благодарю, уважаемые президенты, что вы выразили свое отношение к нам и, рискуя своей жизнью, посетили нас во время бомбежки, чтобы поддержать нас. Вот все эти человеческие права, за что права, так щедро нам отдают. Права быть иморальным, презирать своих предков, свою родину, свое государство, свою духовную и государственную власть. Мне кажется, только нет одного человеческого права быть просто человеком, быть нормальным и здоровым человеком. Я горжусь, что нахожусь именно в стране. Уважаемый президент, вы личным примером показывали, как истинный подлинный лидер. Вы должны были предвидеть, и вы предвидели. Вы знали, что создавать государство, это значит создавать здоровье каждого жителя. И вы говорили о том, что надо заниматься спортом, сажать деревья, гордиться маленькой родиной. Спасибо вам за это. Еще скажу молодым людям, большое видеться на расстоянии. Если бы хотя бы онлайн пришли в наше оккупирование деревни в сердце Сербии, в Косово и Метохи, вы бы поняли ухоженность ваших городов и ваших полей и ваших деревень. Если бы пришли в наши монастыря 13-го и 14-го века, обнесенных колючей проволокой, вы бы поняли, что это такое суверенитет, что это такое независимость и гордость Белоруссии. Поэтому понимайте, что единство ваше и это молодежи, и всем вам говорю, единство – это залог вашего психофизического здоровья, крепкого вам здравия и единства желаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 начальнику Минского аэроклуба ДОСААФ. Пожалуйста, Николай Петрович. Уважаемые высокое собрание, мы все один голос говорим, что молодые люди сидят в гаджетах. А что мы дали им взамен? Молодежь следует привлекать, увлекать. Именно любознательность, заинтересованность в новом мы в полной мере сегодня используем ДОСАФ, трансформировать этот интерес в патриотическое воспитание. Вместе с молодежью Минской области и города Минска 10 лет создавали Музей авиационной техники, а сейчас его пополняем и дальше, и уже на счету более 50 самолетов и вертолетов. В 2016 году открыли павильон «Космос», в 2018-м построили памятник 19 героям Советского Союза, выпускникам Минского аэроклуба, принимавших участие в трех войнах. А в 2020 году посадили именной «Яблоневый сад». Поверьте, при прикосновении к этим герогическим скриптам равнодушных нет. На мой взгляд, усиление патриотического воспитания и повышение его эффективности будет способствовать созданию в районах и городах, а также на предприятиях, возможно, государственных, именно государственных молодежных центров. Причем определять содержание и направление работы такого центра должны сами молодые люди. По поручению президента, Департаментом по авиации, Академией авиации и Минским аэроклубом проделала огромная работа для набора в этом году выпускников на летную специальность. Наши дети больше уезжать в другие страны, чтобы получить образование пилота гражданской авиации, не будут. Мы сетуем, что молодежь уходит с деревни, а сами выбрали школьные программы для старших классов изучения сельскохозяйственной автомобильной техники. А вместо этого обучаем, ну оно и нужно, конечно, оператор ВВМ и другие специальности. Я сам заканчивал школу в школе УПК и помню, с каким интересом мы ждали эти уроки для того, чтобы посидеть за органами управления трактора или автомобиля. В стране разрешена сдача экзаменов по ПДП до совершеннолетия. И потом молодому человеку или девушке приходится год, а то и более, ждать получения прав. Но мы все прекрасно знаем, что дети ездят, ГАИ выписывают протоколы, а родители вызывают на комиссии по делам несовершеннолетних. Есть ли возможность легализовать этот год все права юридические, моральные, другие, предоставить одному из родителей, который бы получению прав молодым человеком, который бы приобрел и опыт, и был бы действительно безопасный водитель на дороге. Уважаемый Александр Григорьевич, сегодня каждый настоящий белорус, истинный гражданин своей страны хотел бы пожать вам руку за вашу гражданскую позицию, за вашу честность, мужество и стойкость. 40 секунд. Вы вчера трижды вспоминали Владимира Ильича Ленина, но он в критические дни, выступая только перед своими сторонниками, всегда выступал с трибуны и с броневика. А вы пошли в народ, не разделяя на правых и левых сторонников и противников. Вы второй раз не допустили страну переступить опасную черту. Спасибо за то, что спасли Беларусь. И еще. Предлагаю Всебелорусскому народному собранию за выдающиеся заслуги перед Отечеством, создание независимого и суверенного государства, принять решение о присвоении Лукашенко Александру Григорьевичу звания Героя Республики Беларусь. Это не только мое мнение, Александр Григорьевич. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Николай Петрович. Уважаемые участники собрания и приглашенные поступают предложения о прекращении выступлений. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы прекратить выступление, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против, воздержался? Нет. Мы... Так мы уже проголосовали, чтобы прекратить премию. Уважаемые коллеги. Уважаемые друзья, вот я Владимиру Павловичу сказал, очень много записалось. Я вас очень прошу, я телевизионщикам поручал, мы открыли массу студий. Ну, раз проголосовали, значит проголосовали. Я вас очень попрошу, вот кто не выступил, подойдите в любую студию, а помощникам моим и пресс-секретарю, и журналистам, обязательно, начиная с этого героического полковника, которого мы очень хорошо знаем в стране, ну это блистательный человек, обязательно его покажите выступление. Хотя он, по-моему, даже уже в студии Белорусского собрания я отследил, выступал. Но пусть он выступит, это будет правильно, чтобы он ни в коем случае не обиделся. Поэтому, если кто-то хочет высказаться, я же понимаю, вы приехали от людей, и они вас должны увидеть, это вверх всего. Подойдите, это ваше телевидение, это ваша студия, там работает море журналистов и наши все каналы. Если вас это удовлетворит, было бы неплохо. Ну и, кроме этого, я попрошу все выступления, кто не выступил, сдать наш секретариат и записаться на телеканалы. Разрешите подключить от вас заряд энергии и решимости, пожав вам вашу твердую руку. АПЛОДИСМЕНТЫ Люблю и служу Республике Белорусс. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые участники и гости собрания, хочу довести до вашего сведения, что в адрес нашего форума поступило более 150 телеграмм от иностранных государств, а также граждан, трудовых коллектив и общественных объединений Республики Беларусь. Уважаемые участники приглашенные, по итогам работы 6-го Всебелорусского народного собрания предлагается принять резолюцию и обращение участников собрания. Слово по данному вопросу предоставляется председателю редакционной комиссии Мицкевичу Валерию Ваславовичу. Пожалуйста, Валерию Ваславовичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые делегаты 6-го Всебелорусского народного собрания. Проведению 6-го Всебелорусского народного собрания предшествовала большая общественная дискуссия, организованная в различных форматах. Было создано 1200 диалоговых площадок, в которых приняли участие представители общественных организаций и политических партий, бизнес, сообществ, студенческой и работающей молодежи. Во всех регионах страны работали общественные приемные. На официальный сайт Всебелорусского народного собрания свои инициативы и предложения направили более 1400 человек. Всего в ходе общенациональной общественной дискуссии в организационный комитет собрания поступило свыше 17 тысяч предложений, касающихся перспектив развития страны. Обсуждение касалось самого широкого круга тем – экономика, социальная сфера, молодежная политика, общественное развитие, государственное строительство. Большая часть предложений социально-экономического характера была включена в основные положения проекта программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Уважаемые делегаты, основные направления социально-экономического и общественно-политического развития страны мы с вами обсуждали на протяжении двух дней. Мы услышали выступления делегатов и приглашенных с этой трибуны и у микрофона. Выступили представители промышленности и сельского хозяйства, бизнеса, общественных организаций, молодежи, духовенства, госслужащие, эксперты. Думаю, со мной согласятся все. Обсуждение было самым, что ни на есть искренним и заинтересованным. Высказывали самые разные мнения, предложения, но всех их объединяет одно – ответственная гражданская позиция и стремление сделать все возможное для развития и процветания нашей Родины, сильной и независимой Беларуси. За время работы в адрес нашего съезда поступило более 140 писем и предложений, как со стороны делегатов собрания, так и от простых граждан. На мой взгляд, это зримое свидетельство неподдельного интереса людей, понимания судьбоносности и той знаковой роли, которую призван сыграть наш форум в истории современной Беларуси. Все эти предложения были изучены, обобщены и систематизированы. В этой связи, с учетом основных положений доклада президента Республики Беларусь, выступлений участников собрания, поступивших предложений, редакционная комиссия доработала проект резолюции 6-го Всебелорусского народного собрания. Расрешите мне его зачитать. Резолюция 6-го Всебелорусского народного собрания. Анализ итогов предыдущей пятилетки свидетельствует, что несмотря на внешние вызовы и ограничения, решения 5-го Всебелорусского народного собрания в основном выполнены. Удалось обеспечить рост уровня жизни населения, сохранить безопасность и суверенитет страны. ВВП на душу населения по паритету покупательской способности возрос за последнее, за пятилетие на 14% и достиг в 2020 году 22,2 тысяч долларов США. В стране обеспечена стабильная занятость населения, реальная заработная плата выросла более чем в 1,3 раза. Сохранен контроль за ростом цен. Ожидаемая продолжительность жизни достигла 74,5 лет, что свидетельствует в том числе о высоком уровне белорусской медицины. Страна занимает 25-ю позицию в рейтинге благоприятных для материнства стран. Каждому предоставлена возможность получить качественное образование. По индексу образования республика входит в топ-30 передовых государств мира. Снизилась административная и контрольная нагрузка на бизнес. В рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020 Беларусь заняла 49-ю позицию среди 190 экономик мира. Вместе с тем остается нерешенным ряд вопросов. Необходим более интенсивный рост ВВП, экспорта и инвестиций. Не ежит бюрократизм в принятии управленческих решений. Не завершено создание полноценного электронного правительства. Требуются новые стимулы для роста численности населения. 6-е Всебелорусское народное собрание постановляет 1. Одобрить основные положения программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и поддержать ее главную цель – обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. Социальное государство останется неизменным национальным брендом Беларуси. Для достижения этой цели определить следующие приоритеты предстоящего пятилетия. Счастливая семья, укрепление традиционных семейных ценностей, основанных на физическом и духовном благополучии, воспитании детей и молодежи, заботе о старшем поколении. Сильные регионы, комфортные и безопасные условия жизни и труда, развитая социальная инфраструктура, высокая мобильность, инвестиции в новое эффективное производство. Интеллектуальная среда, качественное и доступное образование, раскрытие личностного потенциала, развитие науки, создание образовательной системы нового типа, нацеленное на воспитание гражданина, формирование навыков и компетенций в полной мере отвечающим потребностям экономики. Государство-партнер, укрепление диалога и взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом. Реализация приоритетов будет осуществляться по следующим основным направлениям. Улучшение качества жизни через усиление семейной политики и укрепление здоровья нации. Ускоренное и сбалансированное региональное развитие через создание новых производств, комфортной среды проживания, разветвленной транспортной и социальной инфраструктуры за пределами столицы и областных центров. Укрепление промышленности через модернизацию традиционных производств, формирование новых высокотехнологичных отраслей, углубление переработки местных сырьевых ресурсов. Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса через усиление дисциплины землепользования, внедрение эффективных технологий и цифровизацию, углубление кооперации в производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Динамичное развитие сферы услуг через развитие транзитного потенциала и логистики, расширение внутреннего и въездного туризма, повышение качества и доступности социальных услуг. Цифровая трансформация через интеграцию информационно-коммуникационных передовых производственных технологий во всей сфере жизнедеятельности, повышение цифровой грамотности населения. Активная внешнеэкономическая политика через расширение экспорта на новые рынки, развитие взаимовыгодной экономической интеграции в рамках союзного государства ЕС и СНГ, укрепление стратегического сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Ключевыми экономическими факторами в текущей пятилетке будут эффективное распределение ресурсов, совершенствование системы управления госактивами, равное развитие организаций всех форм собственности. Однако государство не станет избавляться от собственности лишь в угоду внешним советам. Предприятиям, принадлежащим стране, будет гарантирована защита, а их работникам – уверенность в сохранении рабочих мест. Во главе угла социально-экономической политики останутся насущные вопросы жизни людей, – справедливое ценообразование, приемлемые тарифы на основные услуги, эффективная занятость и обеспечение достойной оплаты труда. Второе. Поручить государственным органам принять исчерпывающие меры по достижению поставленной цели и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Третье. В сфере общественно-политического развития одобрить предложение по обеспечению участия широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признався Белорусско-народное собрание высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса. Создание Конституционной комиссии, в состав которой войдут представители государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Данные комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению Конституции Республики Беларусь для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум. Перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий в жизни страны. Поддержки созидательных инициатив гражданского общества, направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, повышение качества жизни людей, содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала молодежи. Разработки программы патриотического воспитания населения, утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа. Четвертое. Вседневный срок направить настоящую резолюцию в главе государства для рассмотрения и принятия необходимых решений. Уважаемые друзья, обращение участников 6-го Всебелорусского народного собрания к соотечественникам предлагается принять в первоначальной редакции, розданной участникам собрания. Уважаемые делегаты, прошу вас поддержать проекты резолюции 6-го Всебелорусского народного собрания и обращение участников Всебелорусского народного собрания к соотечественникам. Спасибо. Спасибо. Прошу опустить. Кто против? Кто воздержался? Не вижу. Принято. Спасибо. С учетом того, что больше предложений не поступало, предлагается принять проекты резолюции обращения в целом. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять проекты резолюции обращения в целом? Прошу голосовать. Спасибо. Прошу опустить. Кто против? Кто воздержался? Резолюции 6-го Всебелорусско-Народного Собрания и обращения участнику Собрания приняты. У нас счетчики подсчитывали голоса. Если кто-то есть против, значит это будет отражено в протоколе. Уважаемые участники 6-го Всебелорусско-Народного Собрания, приглашенные, слово предоставляется президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Уважаемые товарищи, прежде всего, хочу выразить вам признательность за активное участие в работе 6-го Всебелорусско-Народного Собрания за то, как ответственно и вдумчиво вы подошли к решению, обсуждению судьбоносных для страны вопросов. Настоящее и будущее Беларуси в наших руках. И прежде всего в наших руках, руках присутствующих здесь делегатов. Ибо вы – самая высокая элита нашего общества. Мы идем впереди. За нами пойдут другие, если они хотят жить в мирной и спокойной стране. Поэтому от нас зависит все. Основные положения программы социально-экономического развития на пятилетку одобрены. Социальная ориентированность белорусской экономической модели остается неизменной. Форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов. Это говорит о том, что за годы независимости нам удалось выстроить систему, на основе которой незыблемость суверенитета страны. Суверенитета, который держится на традициях, патриотизме, стремлении народа к миру. Как суверенное государство Беларусь по-прежнему открыта для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всем миром. Иначе быть не может. При этом мы неизменно держим курс на построение нашего союза с Россией, евразийскую интеграцию. Братская Россия и Великий Китай останутся нашими стратегическими партнерами и не только экономическими. Мы с вами обсудили направление дальнейшего развития белорусского общества. Определили изменения, необходимые для обеспечения наиболее полного участия населения в принятии государственных решений. Это перераспределение полномочий между ветвями власти, конституционный статус Белорусского народного собрания, укрепление местного самоуправления, повышение роли общественных структур в политической жизни страны. Еще раз подчеркиваю, это не догма. Все, что здесь было сказано с этой трибуны, в том числе и мною, будет проанализировано. И в ходе конкретного обсуждения вопросов по конкретным темам, жизнь идет, меняются, появятся многие позиции, точки зрения. Возможно, некоторые вопросы, как они были изложены сегодня на Всебелорусском народном собрании и вчера, претерпят свои изменения. Да невозможно, а наверняка претерпят. Мы ни в коем случае не будем догматиками и не будем держаться железобетонно за то или иное высказанное мнение. Это касается прежде всего меня, естественно. Я вам это обещаю. Все должно быть демократично, с учетом опыта, как принято говорить, цивилизованных государств. Но я просто хотел в заключение изложить свою точку зрения на несколько моментов, точку зрения обычного человека, не президента. Вот представьте, здесь, на этой трибуне, обычный человек. Но прежде ответьте на вопрос. Что вы будете делать, если вам ваши враги, соперники, конкуренты будут советовать что-то сделать? Что вы сделаете? Кто-то сказал, сделаем наоборот. Аксиома. Это не мы придумали. Это от жизни. Если они тебе советуют сделать так, мы посомневаемся и сделаем наоборот. И если даже не думаешь, но надо принимать решение, а враг тебе советует, в жизни всегда так бывало, сделай наоборот. И еще. Что делают умные люди, попав в сложную, критическую ситуацию, и когда они не видят выхода, вот сейчас не видят выхода из этой ситуации. Что они делают? Они объединяются и идут за лидером. Нет, я же не президент, я обычный человек. Я вас предупредил. Всегда было так. Люди объединяются, сплачиваются вокруг конкретной личности, которая определена или они хотят определять, и идут за этим лидером. Так было всегда в истории человечества. И даже в тех войнах, которые мы напрочь не воспринимаем, везде, в крупных баталиях, в бою, в событиях, на вершине был лидер и стоящие с ним соотечественники или те люди, которые шли плечом к плечу рядом. А сейчас давайте посмотрим, что нам советуют наши соперники. Не будем называть их врагами. Нам навязывают извне, а также рекомендуют изнутри. Они рекомендуют распределить полномочия, свободу личности, демократию, в своем понимании, либерализм взглядов, убеждений, плюрализм и прочее. Прочее, прочее, прочее. Звучит красиво. Но как мы, или кто-то вот сейчас в зале сказал, ключевое слово, давайте подумаем над этим. Давайте подвергнем сомнению. А по некоторым направлениям, продумав все это, сделаем, если нужно, как мы говорили, наоборот. Потому что звучит хорошо. И мы вроде не против. Мы не против демократии. И наше собрание сегодня – это демократия. Но мы не хотим той демократии, которую проповедовало самое демократическое государство, застрелив нестрашную женщину, которая воевала за это демократическое государство. О какой демократии здесь речь? Поэтому нам серьезно. Я почему это говорю? Не потому, что я против демократии, распределения полномочий. Это будет. Я к тому, что мы всегда должны думать им, не поддаваясь эмоциям. Особенно, если нам кто-то советует со стороны, видя в нас серьезнейших конкурентов. Советуют для того, чтобы нас обрушить. Кто-то умно здесь. Наш человек в Украине. Настоящий украинский патриот сказал, давайте учиться. Или сказал, учитесь на чужих ошибках. Давайте не будем повторять чужих ошибок. Есть горький опыт близких и родных нам друзей и людей. Мы его должны использовать. Поэтому, еще раз повторяю, мы должны сплотиться. У нас не один лидер в стране. У нас на местах настоящие лидеры. И они сегодня присутствуют. И многие, выступая с этой трибуны, это подтвердили. Владыка вчера сказал, я просто переведу это на свой язык. Запомните. Если только нас разделят в нашем собственном доме, мы будем обречены. Мы погибнем. Мы не должны допустить этого разделения. Надо сжать зубы, собраться и пережить этот сложный и неопределенный период. Один из ораторов примерно вчера и сказал. Мы переживаем очень сложный период. Знаете, вот эти планы, эти заявления, еще чего-то, они лишь только тогда чего-то стоят, если они не противоречат сегодня этому. Слушайте, мы можем сколько угодно создать здесь фантомов и сказать, что мы через год или в этой пятилетке станем процветающим государством. Мы будем жить лучше, чем самые богатые и заможенные страны. И кто в это поверит? И не потому, что мы не можем, не потому, что у нас нет богатств, а потому, что мир ошалевший настолько неопределен и неопределенный, что мы не знаем, что будет завтра, каким путем пойти. Вот мы определили этот путь. Насчупали его, исходя из нашего опыта, исходя из нашей жизни. От земли мы его нащупали и определили, сегодня проголосовали, приняли. Вы уверены, что завтра не обрушится на нас какая-нибудь очередная пандемия? И нам придется корректировать этот курс. Я не уверен. Мы, конечно, будем это делать. Мы будем стремиться. Мы будем идти этим путем. Но в жизни могут быть всякие моменты. И к этому мы должны с вами быть готовы. Но неопределенности колоссальные. И сказать, что мы вот такие героические, торжественным маршем пройдем и все решим, нельзя. И в эти неопределенные минуты, минуты неопределенности нашего будущего, мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить. Поэтому и создавая новую конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно. Специалисты и юристы сегодня выступали с этой трибуны. Мне понравилось это. Хотя это моя точка зрения. Она может быть и не принята на референдуме, при обсуждении. Они, к примеру, о политических партиях мудро говорили. Для того, чтобы предоставить политическим партиям возможность избираться по пропорциональной системе или вводить пропорциональную систему и вводить голосование по спискам в парламент, по спискам партийным, рано. Почему рано? Логично. Партии нет. Один из руководителей партии, Олег Гайдукевич, здесь говорил, надо более жестко подойти к формированию партии. Одно из направлений. Надо просто заняться партийным строительством, о котором я говорил. И когда мы увидим, что в результате этого процесса он может быстрым быть, это от нас зависит, может быть очень длительным процесс этого партийного строительства в результате создания партии. И вот когда мы его пройдем, и когда не только мы, а люди поймут, что партия Олега Гайдукевича отличается от партии Алексея Камая или же нашего министра образования или Сокола, если они будут видеть эту разницу, что между ними есть что-то непохожее, вот тогда можно людям предлагать голосование по партийным спискам в парламент. Но еще очень важно, это общество должно быть зрелым. Понимаете, я вчера говорил, партии, вот мы сверху их видим, три их настоящих, которые соответствуют законодательству, но пусть пятнадцать от них вниз, столбовой дорогой пойдут их идеи, и мы таким образом идейно можем разделить наше общество. Мы к этому готовы? Думаю, нет. А в этот острый период, когда нас без партий разделили, это к чему может привести? Вот поэтому вы высказали правильную позицию, надо идти осторожно, как по тонкому льду, ибо провалимся и не выкарабкаемся. Очень аккуратно это все делать, и мы должны народу это гарантировать. И я в том числе, как глава государства. Сегодня не время, еще раз повторяю, для сомнительных экспериментов. Говоря о возможных преобразованиях, мы должны, безусловно, исходить из собственных национальных интересов. Но, конечно, видишь, что творится вокруг. Мы же не можем, исходя из собственных национальных интересов, войти в конфликт с Россией, с Украиной, Польшей, Литвой и так далее, с нашими соседями. Они от Бога. От них никуда не денешься. Да, Литва может быть плохо, Польша повела, Украина не та, в России нам что-то не нравится. Но, слушайте, это их лицо. Они от Бога нам достались. И какие бы они ни были, если мы хотим, чтобы наша страна мирно развивалась, мы должны, мы обязаны, мы вынуждены с ними выстраивать отношения, насколько это возможно, при сублюдении своих национальных интересов. Помни, что единственной ценностью, которая у нас есть, непрерыкаемой ценностью, является суверенитет и независимость нашей страны, которые нам достались без крови, без боя. И дай Бог, чтобы суверенитет и независимость сохранить, без боев и крови. По всем этим направлениям... Я понял ваши аплодисменты. Вы не думайте, что я, еще раз повторюсь, бегая с автоматом, вот такой вот, знаете, безмозгло-решительный. Нет, я абсолютно мирный человек. Я не хочу никакого боя. Я не хочу никаких столкновений. Ни в коем случае я никогда этого не сделаю. Но наступают такие моменты, когда надо и зубы показывать. И это не главное. Зубы мы показали, когда полармии подняли и вывели в район Гродно. И вот такие вот ребята, как этот полковник с Гомеля, найти ему было, может быть, сложнее, чем мне. Когда он там, находясь, фактически без всякой защиты и прочее, пошел в эту толпу и сказал, нет. Посмотрели другие, да. Есть человек, рядом стали. Другие посмотрели. Это уже группа людей и пошли. И правильно здесь говорил парень, Рожковский, по-моему, из автопробега. Я все это говорю. И с автопробега. Спасибо. Молодцы. И спасибо тем, кто приехал на площадь. Казалось бы, и трудно, и сложно. Может быть, и не надо. И тут их долбили, ломали, что кого-то специально туда согнали и прочее. Вы не понимаете, какую вы сыграли роль в то время, когда мы показали тогда и потом, что кроме них есть еще очень много людей, которые не просто имеют иную точку зрения, а полны решимости отстаивать эту точку зрения. Поэтому это было очень важно. И самое главное, уважаемые друзья. Ну, тут вспомните лозунг. Пирамены, пирамены. Когда спрашиваешь, какие пирамены, никто ничего не ведает. Это нашим соперникам и так далее. Перемены должны быть. Это абсолютно правильно. И они схватили этот лозунг, потому что он всегда ляжет на сердце и в душу любого человека. Человек ни один не хочет, чтобы это остановилось и все и закостенело. Должны быть перемены. Еще раз повторяю. Наши перемены – это не то, что не мятеж, это даже не революция. Мы должны двигаться эволюционным путем. И мы это будем делать. И нам предстоит проработать, проработать и принять необходимые новации в законодательстве в целом. Законодательство – это не только законы и конституция. Это и указы президента, и решения правительства и так далее. Дай Бог, я бы не ошибся, тут юристы сидят. Это целый блок. И приняв новую конституцию, как я вчера говорил, нам придется откорректировать сотни законов и, может быть, тысячи нормативно-правовых актов и разного рода ведомственных инструкций, которые уже в законодательство не входят. Но также играют определенную роль в жизни нашего общества. И мною сказано, что в течение этого года мы конституцию подготовим. Я обращаюсь ко всем вам и к той будущей конституционной комиссии. Уверен, что большинство будет в этой комиссии из вас. Мы должны выполнить то, что обещано главой государства. Приняв конституцию в течение предстоящих 11-12 месяцев, мы должны реализовать основные ее положения. И это тоже потребует изменения целого массива законов и законодательных актов. Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие, по-моему, у нас там местные выборы, да? Возможно. Я думаю, это будет нормально. Это будет экономия определенных средств. Планы большие, перспективы серьезные для того, чтобы достичь тех рубежей, к которым стремимся. У нас есть все. Есть воля народа, люди, готовые вести коллективы к поставленным целям. Есть наше желание сохранить страну. Мы, знаете, много здесь говорили о молодежи. И это правильно. И вы знаете, что происходит с нашей молодежью, которая остается один на один, порой, с информационным пространством. Я прямо говорю, там ею уже занимаются другие воспитатели. Зарубежные идеологи, а иногда преступники. Это я и говорил на активе в Минске, выступая перед педагогами. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, это вопрос не только к родителям, но и ко всей системе образования. Я убедительно прошу, все те, кто имеет отношение к нашей системе образования, встряхнитесь. Очень правильно здесь говорил один из выступающих. Мы можем, по-моему, юрист. Мы можем написать сотни тысяч законов, но как человек, когда-то работавший в парламенте, имевший отношение к формированию этих законов и уже поработав на самой высокой должности, Я понимаю, что тысячи и миллионов законов никогда не отразят палитру развития общества, основные направления, они отразят, по которым развивается общество. Законы реагируют на жизнь людей, устанавливают порядок. Но в них никогда все нюансы не предусмотришь. Все зависит от человека. По-моему, Саша Шпаковский здесь об этом говорил. Многое зависеть будет от нас. От личности. От народа в целом. Но дети и молодежь – это наш приоритет. Еще раз говорю, не надо заниматься нравоучениями. Да, где-то надо и лекцию прочитать. Да, где-то надо повести за собой своим примером. Но скажите, в советские времена была хорошая традиция. Мы совершали экскурсии, особенно каникулы. Это мы заняты были спортом, экскурсией, Брестская крепость еще куда-то. И главное – на предприятии. Чтобы дети наши видели, как трудятся их старшие товарищи родители и какой продукт они создают. Но это же катастрофа. Когда мы выставляем в Минске образцы гражданской техники. И вы, наверное, заметили, в свое время я, организовывая парады в Минске после военной техники, просил, чтобы был проход гражданской техники. И не только дети, но даже взрослые, глядя на колонны этой техники, это капля в море, что мы показывали. Мы задавали вопрос сами себе. Слушайте, а это что, белорусская? Мы что, это все умеем делать? Так патриотизм отсюда появляется. Так дети воспитываться должны на этом. Чтобы они видели, что мы действительно нация продвинутая и умеем такое творить. Может быть, меньше тогда будет и за рубеж смотреть. Все в элементарном. Все мы это проходили. Нужно встрепенуться. И здесь, к системе нашего образования, есть серьезные претензии. Еще раз скажу. Не будем заниматься своими детьми мы. Ими займутся чужие учителя жизни. И тогда в истории белорусской независимости, которую должны продолжить наши дети, в этой истории можно будет поставить жирную точку. Это очень важный вопрос. И разрабатывая, как было принято здесь нашей резолюции, систему патриотического воспитания, мы на это должны обратить серьезное внимание. И несколько моментов традиционно, поскольку закон жанра, доклад, выступающие обсуждают доклад, основные документы, резолюции, обращения и так далее. И возникало несколько вопросов. И по закону этого жанра докладчик должен отреагировать на эти вопросы. Но кроме того, я еще и президент, имеющий большие полномочия, определяющие во многом суть развития нашей страны. Позвольте мне их просто очень кратко затронуть. Знаете, вот мы, особенно здесь, в Минске, руководство страны ожидали от наших делегатов, что они приедут и начнут говорить как о главном отдележке власти. Но я вчера признался, поняв ситуацию по многим направлениям, проведя определенные действия, что вы приехал сюда, взвалили, вывалили просто кучу тех вопросов, которые мы не ожидали, в том числе и я. Оказывается, вот эти для нас, казалось бы, глобальные вопросы, конституция, перераспределение и прочее, прочее, они не были даже в приоритете. Это говорит о том, что мы можем оторваться руководством страны от жизни обычных людей. Мы можем не увидеть, что катастрофически растут цены в магазинах и на услуги жилищно-коммунального хозяйства, что людям надо обращать внимание больше и помогать строить жилье, создавать рабочие места, как и прежде привлекать людей, молодежь в деревни определенными своими действиями. То есть стало понятно, что кроме этих политических настроечных вопросов людей волнует базис, экономика, их жизнь, их конкретная жизнь – это особенность. Еще одно впечатление. Вы знаете, нас будут критиковать, они уже это делают, порой безмозгло, неразумно. Ну, а как вы хотели? Им остается это делать. Но вы, как я вчера сказал, особо не парьтесь и не переживайте. Мы формируем повестку нашей жизни, повестку дня. И им приходится плестись в хвосте. Пусть анализируют, пусть критикуют, только по делу желательно бы и не врали, не допускали ошибок, в чем они нас упрекают. Но меня не покидала мысль, вот это собрание было каким-то особым. Да, первое было тоже очень важное, очень тяжелое на изломе. Но общество было другое и делегаты были другими, мы были тогда другими. Здесь я почувствовал монолит. Мы все говорим о том, что придут новые люди в политику. Вас хочу попросить. Вы в подавляющем большинстве подготовленные люди. Пожалуйста, вы, особенно молодежь, среднее поколение, не уходите из политики. Побывав здесь, вы приобрели определенный опыт. Возможно, вы уже оказались заточенными под эту политику. Поэтому, если вас интересовать будет в будущем эта политика, не уходите из нее, особенно в период партийного строительства и на этом серьезном изломе в нашей жизни. Третье. Вернитесь, пожалуйста, домой и доложите людям о наших решениях. И даже не столько о решениях, а вот о этом внутреннем накале. Вот тот дух передайте людям, чтобы они понимали. Нас должны, прежде всего, понять люди, которые направили нас сюда. Ну, а если к этому еще заблудшие подключатся, будет очень хорошо. Те, кто сегодня сидят там и находятся некоторые здесь за копейки, за рубли, за зеленые и прочее, нам их будет сегодня очень сложно перетащить на свою сторону, хотя мы от этого не должны отказываться. Еще одно впечатление. Это уже моя вина. Всех нас здесь руководство. Мы очень редко проводим подобные и, может быть, менее масштабные форумы. Вспомните советские времена. Съезды. Алексей Степанович это знает и проводил. Я тоже это зацепил. Владимир Павлович там тоже организовал работы в обкомах партии обл. Восполкомах, съезды, между ними пленумы по обсуждению принципиальных вопросов. Мы как-то подходили к этому вопросу, а потом отошли. Когда мы собирали актив в Минске, обсуждали животрепещущие вопросы развития нашего общества. И вы знаете, вопрос же не только в том, что вот мы собрались, приняли какие-то решения и, как я говорил, мешки денег увезли домой, раздали там людям. Не в этом дело. Мы здесь общаемся. Прежде всего, вы общаетесь. Мы слышим вас. Ваши проблемы, которые вы принесли от наших людей. Идет обмен мнениями, дискуссиями. Вы просто, как здесь полковник сказал, набираетесь друг от друга энергии. И, может быть, от тех людей он вот решил от меня энергию получить. Может быть. Это психология человека. Вот мы общаясь, я от вас получаю энергию. Вы от меня, еще от выступающих реагируете на это. Это тоже важно, чтобы вы отсюда уехали убежденными людьми. Если вы убежденные люди, то вы за собой сможете повести других. Вот в чем важность этого форума и суть. Вы думаете, почему наши соперники, конкуренты и враги так озаботились с Белорусским Народным Собранием? Если оно никакое для них, чего вы так переживаете? Они его так раскрутили больше, чем мы в средствах массовой информации. Спасибо им тоже за это. Почему озаботились? Потому что там понимают. Там понимают. Даже пусть Лукашенко своих тут собрал. Но эти же свои влияют на общество. И что может случиться так, что и места не будет в этом обществе. В этом важность и роль Всебелорусского Народного Собрания. В его ценность. И главное, мы получаем определенный опыт. Вот я вчера вынужден был уйти после окончания. Я не попал на концерт, на котором вы были. Я видел его по телевизору полностью. Готовился до просмотра к сегодняшнему дню. Но посмотрел и думаю, вот вы сидите там. Ведь многие такого целостного концерта давно не видели. Где и регионы участвовали. Где люди танцевали, плясали, пели и современные песни. Я видел реакцию многих. Особенно женщин. Телевизор. Телевидение показывало хорошо это. И думало о том. Вот здорово. Что люди приехали и увидели. Оказывается, никто не закубил в Беларуси культуру. И те, кто сегодня переобулись и ушли, на их место пришли молодые. Новые. Наступило обновление. Пусть тяжелое обновление, но наступило. И мы показали, что мы имеем и культуру. Я уже не говорю о средствах массовой информации. Они себя очень хорошо показали. И в плюс, и в минус в последнее время. Поэтому надо встречаться. Надо общаться. И мы будем видеть, что не только тракторы. Или вот металлург молодой выступал. Парень молодец. Не только он стоит там и плавит этот металл. Но у нас и культура есть. Которая создана в том числе и благодаря им. Был затронут принципиальный вопрос. Прежде всего для президента. Разные люди подчеркивали. И военные, и невоенные. Предлагая конституционно закрепить принцип противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета. И честно говоря, мы и не проводили курс, который бы был жестко связан с нейтралитетом. Тем самым, возможно, нарушая конституцию. Вот такая конституционная норма. Жизнь менялась. И мы вынуждены были подстраиваться под эту жизнь. Полагаю, что нельзя постоянно менять конституцию. Поэтому в конституции, видимо, и надо нам обсудить этот вопрос со специалистами. И изложить по-иному эти требования. Но прежде надо принять концепцию национальной безопасности. Обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане. Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Нравится это кому-то или нет. Процесс запущен. Мною поручено разным структурам и органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Это важно не только для того, чтобы пресечь. Это важно, чтобы пресечь всякие массовые беспорядки. Но важно еще, чтобы мы выглядели цивилизованным государством. Чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия. Не просто с бухты-барахты по голове. А люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время парламент примет соответствующие законы. Один из или одна из выступающих здесь заявила о том, что надо провести политическую амнистию. Я на этот вопрос отвечал и журналистам. Если этот человек достанет Уголовный кодекс или другие наши законы и покажет мне, может вам, хоть одну политическую статью в Уголовном кодексе. И скажет, что вот на основании этой политической статьи кто-то осужден. Мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных. Я не хочу приводить примеры. Поэтому, говоря об амнистии, в том числе по тем людям, за которых они переживают. И вот Юрий здесь выступал. Юра Воскресенский благодарил за СИЗО и прочее. Слушайте, ну это человек, который был вместе с ними. И вы не думайте, что он начал там вот так вот говорить или власти подпевать. Нет, это человек со своим мнением. И когда мы его увидели до этого СИЗО и я тоже. Я ему при всех при них там сказал. И упрекнул там сам себя и чиновников наших. Ведь этот человек был депутатом горсовета, по-моему. Если, да, горсовета. А почему мы его потеряли? А почему толкового человека мы потеряли? Это наши косяки. Это вопрос к нам. И если мы не видим толковых людей, которых надо прежде всего поднять, поддержать. Головатых людей, не дурак же. Грамотный человек. Если мы их не видим, значит их увидят другие. И потом, ну какое он совершил преступление? Да, он прямо сказал. Мы пошли на выборы бороться за власть. Ну а потом занесло. Это, по-моему, в команде Бабарико, да? Да, ну обещали. Правда, председателя КГБ должность не дали ему там в будущем правительстве. Пока заместителем. Не знаю, зачем тебе, Юра, эта должность в КГБ. Ты же совсем не КГБшник. Вот, ну так было. Ну, вполне нормально. Я это нормально воспринимаю. Люди поделили будущие портфели. Лидер сказал, выиграем, ты будешь этим, этим, этим. Их там было много. А сами-то оказались нечисты на руку. Ну и он загремел за компанию со всеми. Человек со своей позиции. Человек был депутатом. Мы его потеряли. Он пошел во власть. Это вполне нормально. Но, когда ты с ними пошел и не туда завернул. Может, ты в хвосте был. Но ты туда попал. Попал. Какой он политический заключенный? Шло следствие. Не только соответствующие органы. Но и я увидел, что там есть люди, которые, ну, вполне не должны там находиться. И он, и другие. Они сегодня выходят и работают. Некоторые задавали мне вопрос. А когда нас отпустят? Поверьте. Я не хочу фамилии называть и повторяться. Я им каждому сказал. А главарям сказал так. Ребята, все, что украли, верните. И назвал деньги, суммы, картины, собственность и прочее. Верните. Голову опустили, промолчали. Потом, я вам уже говорил, обсуждали эту тему с родственниками, близкими, родными и те, кто там находится. Ну, пока не возвращает. А надо вернуть. Вот тогда мы будем говорить о какой-то амнистии. Ни в коем случае не политической. Никакой кровожадности здесь нет. Украл, верни, если тебя взяли за руку. Я хочу, чтобы это было понятно. Еще одно было предложение, требование к России по компенсации за беспорядки. Хорошее предложение, только я не понимаю, почему такое одностороннее. По-моему, мы больше всего увидели, кто рулит этими беспорядками с другой стороны. Но почему этот человек... Ну, почему, даже если он убежденный, этот человек, что Россия виновата в этих беспорядках, почему этот человек не видит, что прежде всего или в том числе Запад виноват? Почему? Может быть, потому что Запад нельзя обидеть. Может, там интересы какие-то. А может, кто-то, сидя на Западе, управляет этим человеком. Думайте сами. Но реагировать на это... Правда, я отреагировал вчера. Правда, в шутку отреагировал. Вот Дмитрий Федорович, посол России, присутствует. Он вчера ко мне подошел и говорит, «Так, Дима, завтра деньги гони за беспорядки в Беларуси». Он говорит, «За что?» Я говорю, «Не знаю, иди у Ани спроси». Я не знаю, спросил ты или нет, Дмитрий Федорович, но... Можно я не буду спрашивать? Спасибо. Но, тем не менее, я не мог не отреагировать на это замечание. Были там и другие, я, может быть, их не учел. Что касается вранья. Помните, я вчера начал разговор с их программой. По-моему, в своих этих вякающих телеграм-каналах они отреагировали, заявив о том, что президент взял программу БНФ 1994 года. Они не сказали, что это не их программа. А вы помните, Координационный совет выбросил себе, вывалил тогда на сайте, когда все бурные были события, и они чувствовали, что, возможно, возьмут власть, они это вывалили как программу. Это их. Но они не отмежевались, заявив о том, что президент взял в 1994 году программу БНФ. Слушайте, ну вранье типичное. Там один из пунктов касается союзного государства ЕАЭС. Помните? Слушайте, а какое в 1994 году было союзного государства проект и ЕАЭС? Их же тогда не было вообще. Какой же это 1994 год? Вот лишь бы ляпнуть и отмазаться. Ну, а вообще, хорошо, я это все понимаю, и вы тоже прощаем. А вы отрекитесь от этой программы. Откажитесь, скажите, нет, это не наша программа. Мы будем и Союз России поддерживать, и с Китаем будем сотрудничать. В НАТО не пойдем, и автокефальную церковь не будем создавать, и не будем торпедировать двуязычие в Беларуси. Возьмите и откажитесь. Не отказались. Поэтому, ну вот их позиция. Затрагивались более конкретные вопросы о целевом наборе в ВУЗе. Знаете, мы сделаем определенные выводы и начали в этом работу из последних событий. Нам нужны крепкие, надежные студенты, потому что это будущие специалисты, это будущие руководители, это будущее мы. Поэтому мною поручено целевому приему в ВУЗе уделить самое серьезное внимание. Самое серьезное внимание. Но мы думаем о том, как проконтролировать этот процесс, чтобы в ВУЗе не заполонили посредственные люди. Люди случайные. Нам надо учесть и наш опыт советского времени, мы его помним. И надо понимать, что сегодня, если будут крепкие люди сознания, значит страна будет развиваться. Поэтому нам надо как-то вот объединить это централизованное тестирование с собеседованием самого человека, когда преподаватель его видит. В ближайшее время, вот буквально на следующей неделе, мы будем обсуждать вопрос для принятия решения. Будем приглашать и специалистов, которые наверняка здесь в зале присутствуют, для принятия решения. Но целевому набору ВУЗы быть. Это однозначно. Здесь председатель наших профсоюзов говорил о пенсиях, что мы там где-то накосячили. В стенограмме это есть, прошу Минтруда и правительстве рассмотреть это замечание. Михаил Сергеевич, повторите тогда в правительстве и внесите предложение, если мы где-то пенсионеров обидели. Что касается ценообразования, и о лекарствах вы говорили, и прочее, не дай бог. По принципу пол, потолок кто-то устанавливал цены, цены в аптеках. Особенно этим грешат. Частники. Значит, мы примем очень серьезное решение. Плод до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства. И установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках. Иного не дано. Особенно сейчас, в условиях пандемии, когда люди болеют разными болезнями, мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок. Нет, так не будет. Нет, извините за эту откровенность. Что касается жилья. Мы будем делать упор на арендное жилье. В том числе и для предприятий. Пусть предприятие больше строит своего жилья. Или, как мэр Минска сказал, мы построим за деньги предприятий, людей и бюджета. И передадим эти квартиры. Я согласен и с таким принципом. Думаю, так будет, может быть, даже лучше. В общем, председатель Минского горосполкома имеет соответствующее поручение президента. Действуйте так и на местах. Арендное жилье, ну, надо откровенно говорить, оно все-таки будет, прямо скажу, и привязывать работников к предприятиям. Нам это сейчас очень нужно. Вот эти летуны, прыгуны с одного места на другое – это гибель для производства. Поэтому и жилье, откровенно вам говорю, должно играть вот эту привязывающую роль к предприятиям работников. Что касается пандемии. Да, мы справляемся с этой проблемой. Хуже, лучше, скажу, не хуже других. Но ни в коем случае нельзя расслабляться. Нельзя расслабляться, потому что мы не знаем, что будет дальше. И никто в мире этого не знает. Но на эту проблему мы начали смотреть глубже. Я имею в виду вакцинацию, закупки вакцин в России и других странах, производство по их технологиям. И самая глубокая вещь – это изобретение создания своей вакцины. Кубинцы вчера заявили, что они создали хорошую вакцину от коронавируса. Вы знаете, на Кубе всегда медицина была очень хорошо развита. Не хуже было и у нас. Поэтому и Академию наук, и Минздрав хочу предупредить. Мы ждем результатов по разработке собственной вакцины. По лицензированию я уже говорил, приводил пример в медицине. Здесь напомнили про Друскененкай. Я попрошу правительства немедленно вернуться к этой проблеме и решить ее, приняв соответствующее решение или вносить ее на рассмотрение президента. Мы не должны бросить тех людей, которые там работают. И потом, слушайте, ну на какую там уж страну, это же не Америка, у нас достаточно рычагов, мы должны их использовать. Мы должны защищать своих людей. Поэтому это будет и хорошее предупреждение тем, кто будет хвататься за такие вопросы. Мы должны на это отвечать. Поэтому подготовьте предложение. Министерству юстиции также поручение в течение первого полугодия провести перерегистрацию партии. Об этом говорил Гайдукевич. И это правильно. Нужно доработать тот закон, который есть, понимая, что он нам нужен будет и после Конституции. Мы будем многие законы дорабатывать. Давайте сейчас это сделаем и проведем перерегистрацию партии, чтобы мы в первой половине создали законодательную БАЦу, ну и хотя бы до конца года, скажем, провели эту перерегистрацию до тех пор, пока мы будем принимать Конституцию. Ну а людей предупредите, чтобы они думали, прежде чем вступать в какую-то политическую организацию. Вы предлагали по поводу того, чтобы определить праздником День народного единства. Предлагали разные варианты воссоединения Западной Беларуси, воссоединения Советской Беларуси и так далее. И разработать, если успеем, в этом году было бы неплохо, потому что год единства, установить некий мемориал или памятник в городе Герои Минске. Я согласен с тем, что нам надо решать этот вопрос по Дню народного единства и по памятнику. Давайте проработаем в администрации президента этого правительства и примем соответствующее решение. Это хорошее предложение. Уважаемые товарищи. Уважаемые товарищи, я еще раз искренне благодарю вас за ту работу, которую мы проделали в течение двух дней здесь. Это очень полезно не только для вас, но может быть даже прежде всего для меня. Мы продолжим этот диалог, который мы начали здесь, в этом зале. Я вам обещаю, что он будет носить по всем направлениям разветвленный и глубокий характер. Мы будем вместе с вами обсуждать те проблемы, которые глобальные, которые здесь приняты были. И прежде всего по переустройству нашего общества, формированию новой законодательной базы нашего государства. Это я вам обещаю. Прежде всего желаю всем вам мира. На злобу здоровья. Творческих, профессиональных успехов во имя будущего нашей Беларуси. Позвольте мне 6-е Всебелорусское Народное Собрание объявить закрытым. Позвольте мне 6-е Всебелорусское Народное Собрание. Позвольте мне 6-е Всебелорусское Народное Собрание. Позвольте мне 6-е Всебелорусское Народное Собрание. Абсолютно настоящее. Вы то в городе были, а я в деревне. Я видел и метель, и мороз, и снег. Поэтому будьте аккуратны при продвижении по дороге. Ну не торопитесь. Ну а мэр Минска обещал в дорогу вас обеспечить всем необходимым продуктами. Не выходите из автобуса, чтобы не замерзнуть. Покушайте в автобусе. И вы должны приехать в полном здравии домой. Чтобы не было неожиданностей, связанных с Белорусским народным собранием. До свидания. Всего доброго. Спасибо.